Дорогие друзья, коллеги, гости, наверное, все-таки добрый день. Сегодня по сложившейся уже традиции, доброй, старой, можно сказать, у нас выступает Павел Евгеньевич Фокин, кандидат филологических наук, ведущий сотрудник Государственного литературного музея и большой друг, безусловно, нашего музея. На протяжении многих уже лет мы посчитали, что это около десяти последних годов и на научных конференциях, и в рамках творческих встреч. Это, конечно, всегда для нас такое знаковое, большое, очень радостное событие. Вспоминается сразу, конечно, серия книг без милианса, которые презентовал Павел Евгеньевич. Совершенно потрясающий разговор о Высоцком. И в прошлом году «Дом на Божьей Домке», «Гений местодения», тоже, я думаю, всем нам очень запомнившиеся разговоры о Достоевском. Но сегодня, наверное, самый такой фундаментальный труд в последних лет презентация книги из серии ЖЗЛ, посвященной Александру Зиновьеву. Я предоставляю слово Павлу Евгеньевичу Фокину. Приветствую. Спасибо большое, спасибо, что Вы собрались, все равно подслушивались в утренний час. Вообще, для Москвы такой странный формат утренников литературных. У нас обычно это вечера, но на вечера тоже народу собрался после работы, уставшим, не всегда выберешься, тем более по нашей Москве огромный. Профессионцы тоже огромные, получается, сейчас вот забирали в герпле на машинке. Да, вот как-то я действительно, так у меня складывается моя филологическая судьба, что будучи в основе своей Зостоевистом и занимаясь многие годы и продолжая заниматься Зостоевским, так или иначе, у меня когда-то выходят на какие-то еще параллельные сюжеты, которые мною непредвиденные и вот как судьба-то называется. Так вот, точно так же и Зиновьев. Может, чего-чего, меньше всего бы я думал когда-либо, что я буду биографом Зиновьева писать, читать его, буду углубляться в его биографию. Более того, и это уже не только моя личная история, а это уже история восприятия Зиновьева в России, у него совершенно особая, совершенно парадоксальная читательская судьба. Вот я с ним, его имя, впервые узнал и услышал, и прочитал о нем, очень хорошо помню, это был журнал «Иностранная литература», по-моему, 90-го года у них была такая подборка, это, скажем, началась уже перестойка, была подборка маленьких биографических справок о писателях журналистов, писателях-мигрантов. Там были и Аксёнов, и Войнович, и Хазанов, и Беринштейн, там десяток, а семей был Зиновьев. И я прочитал вот эту справку о том, что вот человек, который написал там 20 романов, логик крупнейший, получивший огромный, человек, вот тоже меня поразило, что вот родом из христианской семьи с очень такой непростой биографией, и я первый раз это имя слышал. То есть вот остальных там, я говорю, вот там Хазанов и Беринштейн, там Зиновий Зинник был, я уже это имя знал, там, по-моему, этот, Игорь Померанцев, там Сергей Юрий Ленин был. Ну, то есть вот, сегодня вообще даже не вспомнил этих имен, да? А тогда они вот все как-то наслаждались и «Радио Свобода», и на страницах периодики они проявляли эти имена все. Зиновьева, я был, я помню, такое вот именно шоковое состояние от того, что вот такого масштаба фигуры я первый раз слышал. И это меня, конечно, очень заимпликовало. Потом пошли публикации Зиновьева, стали издаваться его книги, и я одну приокрыл, это было вот мой дом, моя Чужбина, по-моему, и там наши юности полет. Ну, там, вот такой сборник был. Большого, значит, тиража. Я открылся, попробовал читать, и он не пошел у меня. Вот я его не воспринял. Я отложил. А потом была встреча, которую теперь уже, наверное, можно назвать, нет, она еще, наверное, она еще не была судьбоносной, судьбоносной была, вот там, другая встреча. В магазине Библиоглуба в Москве была с ним презентация. Была и презентация его книги. Это был 97-й год. И тут вот исключительно любознательность и любопытство меня провело. Ну, и потом вот эта память о том, что вот писатель, которого я не знал, не знаю и не ведаю посмотреть на него. И вот впечатление, я начинаю как раз с этого впечатления, потому что мне это очень важно, на самом деле, как бы проговорить было, и читателю в том числе, что впечатление у меня было скорее негативное от этой встречи. Хотя то, что он говорил, это было интересно, это было ярко, но вот его само поведение, его настроение, они были какими-то, мне показалось такими агрессивными и даже не то, что агрессивными, а вот так вот с ожиданием агрессии и выстроена какая-то стена по отношению к тем, кто пришел. То есть он ожидал каких-то... Теперь я понимаю, я знаю, теперь, когда я вошел в его биографию, что это был за период в его жизни, в каком он был состоянии, и мне это сейчас... Но тогда это выглядело как-то странно, тем более, что собравшись читателя, они были все его. И это я понял потом, когда началась автограф-сессия, и люди выстроились в очереди, они стояли, держали пачками его книги, вот эти, притом издания еще до... так сказать, зарубежные, да, там по десятку, они характерны у них переплет, они узнаваемы так издалека, и то есть там была аудитория совершенно к нему на артера. настроенная. При этом он был в таком напряженном состоянии. Но это было связано именно с той драмой политической, социальной, которая развернулась в эти годы в нашей стране, и трагедии, в общем-то, действительно, в какой-то степени. и таким острым его переживанием и его неприятием и оппозиции по всему этому, и глубоким разочарованием еще ко всему, еще глубоким разочарованием в мире в целом, вообще даже не только в советской... Советской он не очаровывался, про советскую он все знал, про раритик. Для нас, для меня, конечно, было тогда странно, для, так сказать, молодого и, в общем, наивного и увлеченного этой либеральной публицистикой и энергетикой, надо признать, конечно, свою харизму в этой вот либеральной публицистике. Мне было непонятно, не было дико там, например, слышать от него, когда он говорил, что Сталин это крупнейшая фигура XX века историческая. Потом, опять же, читая, я, так сказать, понял, что просто там совсем другое слово употребление, там просто очень точное слово употребление, он это всегда объясняет, он говорит, что как выяснил и выяснил Зиновьев своими текстами, что оказывается, вообще-то весь советский русский язык, он был идеологизирован и очень семантически, так сказать, оценочно перегружен. И у нас категории большой, великий, крупный и так далее, они не были качественными категориями, они были, в смысле, количественными, они были качественными, а он, как ученый, он, как количественный, и он говорил, великий, это не значит, что он хороший, что он там, это великий тот, который повлиял на, оказал огромное влияние на ход исторических событий и так далее, и в этом нет никакого, так сказать, сомнения, Но мы это воспринимали все равно великие как положительные. Как же так? А как же вот ГУЛАГ, а как же эти жертвы? Как же можно все? Да, ну, то есть вот это вот очень-очень трудно было тогда перестроиться, понять. И при этом он говорил, я не сталинист, он говорил, хотя все на его тут же накинули, что он сталинист. То есть очень противоречивое его положение было уже в тот момент. Но оно, это противоречивое положение, его всегда было с ним. То есть он всегда был перпендикулярно к обществу и к миру. Притом он оказался неугоден в советской системе. Но интересно, что он не вписался и в диссидентскую. То есть он не принял диссидентскую эту всю систему. Он не принял эмиграцию, как эмиграцию, как вот сообщество социальное. Он там был тоже одиноким, самостоятельным и одиноким. Он не принял запада. В том смысле, что он не принял. Он принял как данностью, да, вот он оказался там. Надо жить. И он в этом смысле его принял. Но он не принял его идеологически. И вообще он идеологически ничего не принимал. Он все постигал научно. Вот. И это, это, это перестроить свой мозг, свое восприятие на его волну, это было очень непросто. Но как и потом в перестройку точно так же он оказался неугоден и в тупую, когда, казалось бы, наступила свобода слова. И, пожалуйста, все уже говорили, что происходило. Да, еще свобода, действительно. Притом, Зиновьев действительно, он появился самым последним. Вот. На страницах он стал печататься в 90-е годы, когда уже перестали читать. То есть вот в тот пик вот этот 86-й, 87-й, 89-й, когда все мы читали, заслеп, передавали из рук руки, а уже 90-е началось уже уставание, и потом уже началось экономически, если это все тяжело стало, надо стало выживать, а его отпустили, так сказать, только в этот момент. Тут и расчеты, и все. Да, ну просто невозможно было уже удерживать. Уже просто это было нонсенсом, когда все, все уже опубликовано, а Зиновьева, Зиновьева по-прежнему нет. И, конечно, это какая-то особая у Зиновьева карма, да, можете так вот выбрать это. Но это беспрецедентная вообще в истории русской литературы ситуация, потому что вот появляется его роман «Изияющие высоты» в 76-м году, назад, где он выходит, да, и появляются многочисленные отклики на разных языках. Здесь абсолютная тишина, абсолютное молчание. Начинается противодействие ему, значит, со стороны власти, да, начинаются определенные, так сказать, репрессии в его отец. Молчание, в диссидентской среде молчания. Какие-то отклики, что вот что-то, там, к Зиновьеву что-то приходилось, что-то такое. А то, что с ним сделали, я потом, может, поподробнее этот сюжет поговорю, это, об этом ничего. Потом его высылают на Запад. Тут просто грабалу и молча. В 78-м году. Через два года, два года его муражили, в 78-м году, значит, его выставляют. На фоне Солженицына, которого в 74-м году выносили из дому так, что... Торжественно. И он торжественно вернулся, соответствующим образом, тем же шумом и громом, ничего не имею против Александра Исаевича. Гликий человек и писатель первоклассный тут. Есть всегда какая-то вот у Зиновьевцев противоположность. Надо вот Солженицына климить. Нет, я филолог, я историк литературы, я читатель, я отдаю должное всем. И, так сказать, к Солженицам у меня тоже совершенно, так сказать, в своем, но необыльные отношения у него. У него есть великие вещи, если просто Солженицын, чтобы что-то говорить. Но, действительно, может быть, власть тогда так и говорит, что на ошибках учатся. Может быть, они научились нашей Солженицына, что они так громко его выносили, что даже глухой уже и слепой, и самый отдаленный знал о том, что есть Солженицын. Что, когда появился Зиновьев, и возникла ситуация... Она очень умная. Она очень умная. Она умела. Да, да. И они нашли этот способ умолчания. Умолчание. И хотя там тоже, конечно, читали его на Радио Свободе, этот текст, но это все равно очень ограниченный круг. Более того, он не только прям, но и косвенно никак вообще не засветился в советской прессе. Поразительный совершенно факт. И вот тоже, ну, я думаю, что больше таких примеров нет. Единственный, назвать это лицейнг, язык не поворачивается, но, тем не менее, некий вот, как бы, отклик на зияющие высоты в советской прессе появился в 79-м году, когда Роман вышел в 76-м. Это целый подвал. К сожалению, в архиве, с которым я работал, там только ксерокс этой публикации пошли, что это похоже на неделю. То есть это не литературная газета, или неделя, или литературная Россия, вот что-то такие из этих. Вот. Целый подвал. Чему? Посвященный издателю американскому. Издательство Random House, которое издавало русскую классику, советскую литературу в переводе, Нью-Йорк, Нью-Йоркское издательство, которое издало вот этот роман. Зиновьева на английском языке. Как раз в этом, Зиновьев, 79-м году, поездил по дороге в Нью-Йорк на презентацию, там была тоже его, так сказать, большая поездка, много встреч. И вот, вот, как, когда до Америки дошло, то есть пока тут в Европе они еще молчали, но когда до Америки дошло уже наши смолчать не могли. И они выступили с этим филитоном, где в пух и прах разносился этот вот буржуазный издатель, который, казалось, был нашим другом, издавал русскую классику, в Америки, а тут издал Пасквей некоего, там, отщепенца и так далее, и так далее, но вот во всем тексте ни имени Зиновьева, ни названия романа, нет, вообще, вот, вот все, все, только чтобы это имя, не дай бог, не попало, не привлекло внимание. То есть вот они понимали, да, что вот еще в миллионной газете там, неделя напечатают, что и антисоветчик Зиновьев напечатал зверечки высоты, да, то тут же вся советская бросится искать и читать его, да, то есть вот настолько он был вытеснен, да, из культурного пространства. А в чем дело, почему? Ну, его назвали, его назвали там, критики там, новым свифтом, да, его сравнивали там с Рабле, ну, поставили в сатирический ряд. Ну, казалось бы, ну, что, ну, сатирик, ну, конечно, сатирик, там, как и мало ли сатириков был, которых, в общем-то, критиковали. Что-то там не совсем то, вот, не совсем, не совсем сатирик. Конечно, то, что позволил себе Зиновьев в деяющих высотах, не позволял себе ни один советский и даже антисоветский сатирик, потому что, вот, Зиновьев подимонстрировал абсолютную свободу в отношении ко всем советским институтам, авторитетам. Притом, эта свобода была не только позицией, но она и языковая свобода была, да. Вот, помнится, в свое время была публикация Лимонова в, совершенно секретно, по поводу абсцентной лексики в литературе, да. И он говорит, да, я употребляю в своих текстах матерные слова, потому что, ну, это язык, на котором говорит народ. И если убрать, то, скажем, вот, уйдет реалистично. Да, вот я писатель-реалист. Вот у него была позиция такая. Зиновьев, он тоже употребляет, не в обилии, он тоже употребляет эту лексику, но это именно не самоцель, и это не задача реализма, да, а это именно, вот, некий жест освобождения от, от, не только советской власти, советской эстетики, а вообще, вот, от всех. Вот, никто не... Он же первый, это потом уже Лимонов и все остальное появилось, да, вот сейчас не говорю про сегодняшний, да. Это было именно такой демонстративный переход правил, но... То есть, отказ от правил, вообще литературы как таковой, потому что он пришел не как писатель, а как вот мыслитель, философ, да, мыслящий в других категориях. Ему нужно было... Ну, он внутренне, не то, что он там это сказал, но внутренне ему нужно было освободиться от всех и заявить вот эту свою позицию, что я могу сказать, могу сказать, имею право сказать все так, как я считаю нужным и необходимым. Конечно, это не... не злоупотребляется, там не так много, на самом деле, несколько случаев только. Хотя, на самом деле, есть целая глава, там, конгресс по поводу... такой, конгресс филологов по поводу матерного языка, целая глава, как они... но, опять же, там ни одного матерного слова нету в самом, в самой этой главке, да, там показано, как... На мета-уровне. Да, нет, там показано, именно как вот складывается бюрократическая система вокруг любого объекта. Вот даже вокруг матерного языка раз, конференция, комиссия, институт, сектор, значит, и почти там... Диссертации. Диссертации, да, да, да. То есть, это способ показать, да, как работает система. Чтобы вот... И вся книга именно была построена на том, что она вот на таких разных совершенно примерах, если можно сказать, ситуациях, она скрывала механизм функционирования советского общества. и, конечно, это было, ну, совершенно, так сказать, не приемлемо, потому что это было не высмеивание, а это было осознание и понимание. И весь его папа все его деятельности, во все времена он это постоянно проговаривает, моя задача понять, моя задача понять, что есть. И тогда, на первом этапе советского времени он говорил, что самое интересное, что есть в нашей жизни, это то, как мы живем. Вот. Потому что это совершенно новое, совершенно уникальное социальное образование, совершенно новый социальный мир, непознанный. И так интересно понять его, узнать, описать, но это такой огромный труд, и никто этим не занимается, говорил он. Вот. И всю свою вот эту литературную деятельность потом социологическую деятельность, он посвятил изучению советского строя, потом это все вылилось в его замечательную социологическую работу «Коммунизм как реальность». Он высмеивал научный коммунизм вообще как само понятие, говорит, ну как может быть научным то, чего нету. Вот если, говорит, декларировано, что коммунизм это будущее, да, светлое, то как можно изучать это репновство, научный коммунизм само по себе сочетание. Вот. Но и тот, та марксистская философия, которая якобы занимается социализмом, она тоже вся находится в зависимости от марксистско-ленинских установок, каких-то марксистских, ленинских, которые, как он говорит, тоже неадекватны реальности, потому что и маркс писал до того, как была, произошла революция о новом обществе, и ленин писал не об этом обществе, а о каком-то вот, так сказать, будущем. То есть, он, вещь-то вроде, вот сейчас, когда это пересказываешь, понимаешь, говорил очевидно, но в той ситуации абсолютно крамольная. Он говорил, что маркс и ленин неадекватны, потому что они писали не о том, они не об этом писали, не о нас, они не могли о нас писать просто потому, что они не знали, что будет и как будет. Они могли предполагать, могли, так сказать, какую-то строить теорию, но практика жизни, она иная. А мы живем в этом обществе, уже прожили там 30, 40, 50 лет, оно сложилось, оно выстроилось, в нем есть свои законы. И вот это и есть реальный коммунизм, тот мир, в котором мы живем. Это новая социальная система. И она будет, она доказала свою жизнеспособность, она доказала свою эффективность. Она очень странная, в ней есть все, есть и подвиги, и преступления. И надо понять, как это сочетается, почему это есть, почему в обществе, где декларирована свобода, равенство, братство, и так далее, есть, опять же, по-прежнему расслоение социальное, есть несправедливость. Вот как это все уживается, почему оно не разваливается, а работает, почему все там жалуются условно говоря на дефицит, на плохую экономику, при этом все равно продолжают выжигывать, холодильники полные и так далее. Что, какие преимущества и какие недостатки. И надо с этим работать, надо это дальше, так сказать, приводить в какой-то новый уровень. Но парадокс действительно общества заключался в том, что понимать оно себя не хотело. Именно это было заложено в конструкцию вот этой ситуации неопонимания, нежелания понимать. Благодаря этому держался. была идеология, которая выполняла форму религиозную, которая цементировала как бы на одном уровне власть, да, и была реальная жизнь, реальная практика, которая вот, так сказать, с этим как бы отдавала дань этой идеологии, при этом там выстраивала себя по другим правилам социальным, которые не соответствовали этой идеологии. Вот что. То есть был конфликт реальный, и признать этот конфликт как конфликт для общества было самоубийственным. И собственно Диновьев говорит, что вот ситуация кризиса, который наступил в конце, в середине 80-х годов, который вылился в перестройку, это кризис, это первый, говорит, кризис коммунистического общества, реального коммунистического общества, и он качественно отличается, как все общества переживают кризисные моменты, отличается от кризисов западных, то, что это кризис идеологический, это был кризис не экономический, а идеологический. Так сказать, вот эти все проблемы с бытом, да, и с экономикой, они были связаны с идеологией. То есть, и дальше он говорит, его критика Горбачева была в чем заключалась, в том, что нужно было вначале преодолеть и разобраться вот с этим кризисом, потому что на идеологии держалось это советское государство, надо было преодолеть этот кризис и потом вести экономические преобразования, а не так, как было дело, начались преобразования, притом заимствованные из чужих, так сказать, по чужим рецептам, и это вообще привело к полному дисбалансу и полной разрубе. Действительно, к 90-му году мы помним просто карточные системы и кошмар. И поэтому, конечно, он почему он в перестройках оказался задвинут тоже куда-то в сторону, потому что он выступил с принципиальной критикой и с принципиальным неприятием той политики, которая проводилась, когда здесь мы все переживали эйфорию просто от движухи, скажем так, он понимал, куда эта движуха вообще приведет и что с этим будет и каковы будут результаты этой движухи, условно говоря. И более того, там еще было, конечно, было еще понимание личностное, потому что Горбачев и все так называемые прорабы перестройки это были его личные знакомые и друзья. Горбачев учился на два года младше в Московском университете на том же факультете, извините, и напрямую лично с Горбачевым он, например, знаком не был в эти годы, но вот с всеми Коряхинами, Примаковыми, Бовинами и так далее они все вместе пили, разговаривали и он им всем хорошо знал цену. Что личностную цену? Он понимал масштабы их личности и он видел, что это масштабы совершенно ныне. Это не в сравнении с теми же деятелями революции, которые ставили перед собой задачи действительно вот такого преобразования мира, а здесь люди, у которых потолок ограничен личными какими-то, так сказать, липи сверштенствования своего образа жизни. и вот я помню, такая ходила, не знаю, кто-то может быть слышал, я думал, что это вообще-то все эту такую фразу слышали, но оказывается, что не так она распространена, как мне казалось, со стороны, в перестойке со стороны оппозиционных сил по отношению к новой Ельцинской и Гербачевской элите там ходила такая поговорка новая элита усила сукорита. Кто-нибудь слышал это? Ну вот такая, она была жестко обидная, да, и как-то, как же они борются с привилегиями, они борются с, как это может быть? Но реально произошло именно то, что произошло, именно вот так, да, то есть вот новая элита усила сукорита, оттолкнув прежнюю старую, которая одвихлела и уже не способна была удержаться за это карто и припав с новыми словами, с новым, новым образом к этим же средствам распределения, потому что другого-то не было, только средства распределения и были. Пока не начались вот эти вот уже реформы Гайдаровские и началось такое жесткое введение капитализма, вот до этих лет вот вся перестройка она была именно на этом уровне крутилась и масштабы их притязаний они конечно поразительны сегодняшние с точки зрения сегодняшних олигархов и так далее например был такой драматур Михаил Шатров который вот он там Ленин он был депутатом он выступал такой очень и его тут же сделали председателем союз театральных деятелей секретарем первым секретарем первое что он принял так сказать решение одно из первых решений это то что секретари театральные деятели должны летать бизнес-классом мне рассказывала уже на непокойной дождь так сказать хихитеса которая была как раз в это время секретарем как они летели на гастроли с Венкомом и она говорит мне было жутко неприлично я была секретарем по критике и мы с Шатровым летели и нам бизнес-класс а за мне говорит в эконом-классике там Чуриков Янковский Караченко она говорит мне было мне было чудовищно стыдно я прорывалась все там уступить кому-то а он мне значит типа не дергайся и когда они прилетели туда в Германию не помню в какой город буквально через несколько часов ей звонит организатор в номер или приходит и говорит вы можете повлиять на вашего руководителя она говорит что в чем проблема он говорит он хочет он требует чтобы его возили от гостиницы до театра на черном Мерседесе не проблема черный Мерседес не проблема но это пешеходная зона можете там машины не могут просто подъезжать можете это объяснить но понимаете вот урин да бизнес-класс Мерседес и все остальное или я не буду спокойников уже трогать бог с ними бог и судья но притязания вот такого уровня понимаете смехотворные на сегодняшний день что такое Мерседес черный бизнес-класс для нынешнего какого-нибудь деятеля такого уровня это вообще не серьезно и вот тоже характерный такой пример правда немножко другого такого двуличия и трусости вообще этой публики которая там пришла к рулю ну вот любимый нами всеми как режиссер Марк Захаров который тоже такой публицист такой есть деятель ничего не говоря о театральном деятике и фильмы у него есть вообще выдающиеся бесспорно любимые и там много там ну вот человек который человек который снимает тогда дракона по шварцу да и это вот такая совершенно как бы вот анти тоталитарная да картина и жест и все такое но вот 91 году или там 91 по моему году значит он зажигает в прямом эфире партбилет да партбилет зажигает ну зажигает он муляж понимаете вот ведь вот в чем секрет даже не халтура понимаете а именно вот это вот вычая а на всякий случай а вот а вдруг там все таки как феникс из пепла этот партбилет снова восстанет если понадобится и вот это небольшие какие-то примеры небольшие случаи их там было тысячи тысячи ничего но даже если эти люди вот так чувствовали и поступали то что говорить о тех которые не были на виду всякие вот шахраи там и так далее да и станкевич и прочие и прочие которых мы вообще не знали кто они такие они выходили такие все красивые и говорили такие красивые слова там тихонечку себе банки там прихватывали что-то такое и так далее вот он он просто их знал вот и поэтому конечно они ужасно не хотели чтобы они знали его эту бескомпромиссность они знали что он будет говорить только то что то что есть на самом деле они жутко не хотели чтобы он появлялся в этом пространстве классности потому что он тогда разрушал эту классность он просто являл вот их подлинной суд притом о них он уже написал в «Взияющих высотах» и они же это прочли тогда в «Взияющих высотах» тогда же главными его оппонентами в «Взияющих высотах» когда вышли была не столько система политическая сколько вот эта диссидентствующая либеральная опять же публика которая жутко на него обиделась за то что он показал кто они есть и там «Взияющих высотах» он очень точно написал тот период который называется «Оттепель» он не употребляет это слово «Оттепель» потому что слово «Оттепель» это слово такой с положительной коннотацией и оно сразу вот сна любовь и все остальное он называет этот период периодом растерянности он говорит это период растерянности когда сталинская элита оказавшись без поддержки своего руководителя старого закала не знала каковы ее возможности то ли ее скинут снова расстреляют в лагеря и там вот она притормозила она растерялась она не знала что она так сказать а молодая шедшая на смену элита тоже не понимала насколько так сказать им разрешат и критиковать и выступать и так далее и вот этот период этих переходный он был именно связан с этим выявлением у кого какие позиции и потом старая элита поняла что эта молодежь не способна их владеляя что в общем все можно и благополучно ой теперь закончилось наступил так сказать период то что называется застой а потом застой это потом позже он стал застой а наступил новая как бы вот это новый этап в развитии советской системы который выразился вот в этом таком в той конструкции которую мы наблюдали прибрежными и он пишет что но ничего говорит все равно время-то оно работает на 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 них и да сейчас они вот растерялись но вот эти старики они рано или поздно сойдут со сцены потому что ну просто физически сойдут и вот тогда они придут и заявят о себе в полную силу но они заявят то же самое то есть они вот то есть вот он абсолютно эту историческую как бы линию развития этих сил борьбы прописал еще тогда и они этого не простили конечно в первую очередь его противниками оказались даже не партийный функционер хотя там тоже как сказать были свои по отношению зиновьеву претензии претензии но тем не менее тот же андропов который высылал зиновьева да он зияющие высоты читал и так сказать они были у него на письменном столе это тоже так сказать известно и он прочитав сказал что мы не знаем своей страны то есть там трезвые аналитики они понимали что эта книга действительно очень серьезная и очень глубокая вот она они восприняли это как опасность хотя на самом деле следовало бы просто-напросто действительно повернуть мозги и задуматься и может быть они бы тогда избежали этого края я не говорил лучше хуже было бы но так сказать они все-таки вот эта советская система дагматическая она не позволяла этим вот в этом драмах оказалась этой системы что нужно было нужно было думать а думать было нельзя вот нельзя да да вот и конечно зиновьева еще еще одна была некая позиция по отношению зиновьева это конечно позиция корпоративная писательская потому что он философ которого не было в поле вдруг он появляется с книгой и книга имеет мировое при получать мировое признание и это было так обидно всем ну как вообще пришел неизвестно кто он сидел бы там в своей логике и было бы хорошо пусть там мировое признание было бы мы бы то гордились его мировым признанием в логике хотя они гордились на самом деле тоже это вот ситуация она ситуация с зиновьевым она еще и до до 76 года была такая парадоксальная в его логической деятельности потому что у него выходили монографии выходили книги которые переводились буквально через год на английский на испанский на польский на чешский язык то есть он был признанным корпорации мировой корпорации так сказать исследователям ученым в отличие от большинства его коллег в институте которые тоже так сказать публиковались но не имели такого отклика и естественно это зависть и это некая так сказать ну так сказать ну так сказать понимаешь книжку издал опять о нем пишут а мы тоже такие доктора наук про нас про нас не пишут и его вот эти успехи они тоже пытались всячески замолчать я когда работал над этой фиде то обращался к разным источникам по разным архивам в частности архив академии наук институт философии который документирует жизнь института на протяжении всех лет и там а какие документы документы отчеты разные там сценограммы заседания и так далее очень содержательные с одной стороны а с другой стороны очень показательные потому что вот есть у них отчеты итоговые о научной деятельности о публикациях в том числе там есть графа публикации за рубежом институтский отчет вот я ну я как исследователь я знаю что вот в этом году вышла книжка там в Англии там в отчете казалось бы да то есть институт должен был бы ну тогда еще этих не было ну ну типа да то есть они должны быть в этом плюс да советская наука советская наука советский философ признан за рубежом нету вот и уж не говоря о том что его регулярно не выпускали ни на какие симпозиумы конференции притом непрерывно шли приглашения с разных стран с разных мест о них он узнавал они приходили на адрес институтов канцелярии обычно он узнавал это либо так сказать да когда уже все прошло а вот вам пришли письма месяц они уже лежат конференция давно прошла или еще более того люди приезжали иностранные какие-то коллеги говорили как жаль что вы не смогли приезжали как жаль что вы заболели что я заболел ну нам сказали что вы не смогли приехать потому что вы в больницу еще что-то такое и вот другого рода постоянная ложь и некая такая опять же умолчание вплоть до того что в 74 году его избрали и это было беспрецедентно его избрали значит иностранным членом финляндской академии наук по замдающейся заслуге логики в Финляндии ну вот мы как-то так скептически говорим Польша не за границей Финляндия тоже вроде как не за границей на самом деле Финляндия и финляндская академия она как раз логическая школа она была одна из ведущих вот в те годы и это признание оно было очень значимое да каким образом состоялась информация пришел диплом опять же в канцелярию который тоже там месяц болтался туда-сюда потом он зашел он уже не ходил в канцелярию он не тот человек чтобы там обивать породы дирекции да ну за какой-то нуждой там все мы так или иначе приходим когда-то в канцелярию с каким-то делом а вот так вот вам пакет вот стали смотреть там ну увидят значит что это диплом академика что во-первых никаких официальных поздравлений от руководства от коллег по сектору ну это так как само собой ну что академик финляндской академии наукой избрали что тут такого особенного никто не поздравил никто не подошел даже не заметили и в отчете я посмотрел специальный отчет опять же института гробовое молчание это конечно тоже его всегда очень и оскорбляло и огорчало и конечно вызывало как сказать взывало к какому-то действию собственно вот этим ответом и стало зияющие высоты потому что накопился вот это накопился этот груз неприятие вот этого этого реального коммунизма и нужно было освободиться нужно было это как-то проговорить нужно было это сказать и тогда появились зияющие высоты в том виде в каком они есть книги же издавались они вызывались на журнала они выходили в россии там и их покупали коллеги иностранные попадали на не он не принимал участие академический журнал академический журнал академическое издание обмен научной информацией он же всегда существует между разными странами и в том и в том и смысл был что понимаете это не перевод допустим сделанный в москве и там опубликованный на московские деньги в каком-то купленном издательстве это не то что там человек поехал по плату опять же кому-то там дал а нет он здесь в плане института написал издал все книги выходили в издательстве наука нет это состояние нет нет это дота в 74 год а зияющий высот 76 то есть отчасти вот этот конфликт который возник в академической среде вокруг него это неприятие выталкивания его академической среды он спровоцировал вот этот его жест писательский смысле там издата ну нет но зияющие высоты вышли там естественно а как это делалось так целенаправленно да они в 74 году нахуй ничего не было нет нет вы же про него знали что он как бы с детства нет в 74 году нет до 76 года вообще это было до выхода зияющих высот он был вполне совет советский да и он в принципе он и потом оставался советскому человек потому что я не являюсь антисоветчиком я советский человек это моя страна и это моя боль я пишу о том что у меня болит его упрекали это полка допустим о советской системе о русском человеке будем я могу любить я могу каких он может палец любить свою свою руку руку там, да, или рука там, любить тело, да, оно может либо нормально существовать, либо болеть, если там какие-то проблемы. Вот я являюсь частью народа, я являюсь частью русских и частью советского, да, и вот я больная эта часть, вот я кричу от этой боли, да, и даю сигнал, да, что что-то не в порядке. Может быть, действительно, здесь есть смысл, немножко, чтобы выстроить правильную историю, чуть-чуть по биографии пройтись, потому что сама его биография, она, конечно, тоже, ну, представляет удивительную историю, и она могла бы быть вообще основой для какого-то сериала, честно говоря, она настолько колоритна, настолько, в ней столько каких-то событий, которые меняли его жизнь с одного полиса на другой, что она действительно вот не случайно стала основой для книги, похожей на роман, потому что она сама действительно насыщена этими событиями. Итак, он появляется на свет в Пахтино, деревне, в Чухламском районе, Костромской губернии, Костромской области, 22-й год, год возникновения Советского Союза, поэтому он как-то особенно тоже это переживал, как кровесник этой страны, да, он был, собственно, первым поколением советских людей, и он это всегда очень, так сказать, помнил и переживал. До 10 лет он в этом Пахтино, семья большая, 10 детей, мало-мало меньше, семья трудовая, отец, там пахотные земли плохие, поэтому традиционные вот эти вот крестьянские занятия не развиты, зато это эти вот чухламские крестьяне, они промышляли разными, значит, ремесленными делами в городах, и обычно мужчины уходили либо в Питер, либо в Москву, артельничали, там, строили, красили, вот его отец был, имел такой художественный талант, который передался им, Александру Александровичу, и он был в артиле богомазов, да, то есть они освисывали храмы, расписывали, так сказать, написали даже иконы, но после революции, естественно, этот промысел закрылся, они стали обделочниками, делали ремонт, даже по семейной такой легенде, что даже вот он там делал ремонт Сергея Рожникицы в Кремле, то есть, ну, они считались хорошими мастерами, поэтому были все-таки деньги, и хотя, конечно, тут очень сложная ситуация, да, мать одна с этими десятими детьми, значит, вот остается и бьется на этом огороде, в этом поле, тем более тут возникает, тут начинает коллективизация, соответственно, еще нагрузка появляется, но с другой стороны, все-таки есть деньги, живые, чего вот не так часто встречается в других семьях, в частности, в том партии, но они единственные были, у которых были вот эти живые деньги, и это была, в общем, прямая связь тоже из, он из Москвы, в Москве работал с центром, с Москвой, то есть информационная связь была, несмотря что это медвежий угол, но тем не менее, вот отец приезжает, он приезжает, он привозит журналы, он привозит книги, он был книгачеем, да, и он приезжает все-таки из столицы, понимаете, и эта деревня, с одной стороны, а с другой стороны, не такая уж совсем глухая, да, информационная, поэтому там очень такой своеобразный мир этого детства Зиновьева, который, с одной стороны, окружен естественной природой, вот этими естественными крестьянскими заботами, трудами, ежедневными, трудными и сложными, а в то же время и он подключен и к культуре большой, и европейской в том числе, он Гамсона читает в детстве, понимаете, потому что в какое-то приложение там, в каком-то, то ли Аганьку, то ли еще, вот отец приводит там разрозные тома этого Гамсона, вот, и, соответственно, да, вот мальчик Чухламской читающий Гамсон, это как бы парадокс, но, с другой стороны, очень такой естественный, как бы, ход развития, и потом, в 31-м году отец забирает его в Москву, потому что он подает, вот в школе проявляет незаврядные знания, и учитель сельский говорит матери, что вашему ребенку надо учиться, здесь он, ну, просто себя не сможет реализовать, в конце концов, ему здесь будет плохо, и он погибнет, и сопьется, и все. И они принимают такое решение, при этом уже старший сын один уже в Москве находится, и вот этого Сашу тоже туда отправляют в Москву, и он становится таким образом московским школьником, школьником 30-х годов, как раз того периода, когда, опять же, советская школа, пережив вот этот вот, пройдя уже эти 20-е годы, когда все было непонятно, неустроено, она выстраивается, выстраивается система образования, вот такой, какой она потом стала классической, выстраивается именно вот, именно тогда появляется, значит, понятие класса, как объединение, именно тогда появляется расписание, сетка уроков, учебники, учебные стандарты, ну, в общем, все, что потом, вот, как мы уже потом с вами учились, это вот выстроено было, как раз в 30-е, в 20-е там было очень все вперемежку, там кто во что горазд, а здесь уже появилась такая строгая школа, и все было пронизано пафосом, конечно, вот, просвещения, советская система, да, вот, она была, как бы, направлена на воспитание, на просвещение, да, и этот мальчик с таким живым умом, он, конечно, весь погружается в библиотеки московские, и в кружки разные ходят, и архитектурные, и исторические, и все это вот впитывает, он колоссальный, духовный, интеллектуальный рост происходит, и он, в конце, когда возникает, он заканчивает золотой медалью, когда возникает у него этот вопрос выбора профессии, у него разный, он склоненный к математике, не случайно он потом будет логиком таким, да, очень жестким, и к литературе он пытается что-то писать, какие-то там в стенгазете литературные тексты, его появляются стихи, он в это время сочиняет, ну, как все в молодости, а ему как-то легко дается все рифмы, он это все, так сказать, может километрами на ходу писать рифмы, но слишком легко, и ему это не, он чувствует, что это не то, да, что он это и так может, не надо ему учиться, еще какие-то, и в конце концов, он выбирает философию, в конце концов, он выбирает философию, потому что вот в этом старших классах он понимает, что он должен разобраться в этом мире, то есть он, вот эту установку на понимание того мира, который возникает в нашей стране, она у него в подростковом возрасте формируется, потому что он вдруг остро переживает один из таких сильнейших его кризисов юношеских, он, это не любовный, а именно такой вот идеологический, потому что он свято, вот он первый человек советский, да, свято верующий в эти идеалы, он себя называл идеальным коммунистом, да, который считал, что вот все должны быть честные, правильные, служить людям, помогать, ну, то есть вот вот те идеалы, что вот, и он был таким, и он видел, что такой он не нужен, что вот когда он такой, то он оказывается в конфликте, да, что, что общество по-прежнему, оно не хочет быть таким, оно, наоборот, снова воспроизводит вот эти, несправедливость социальную, да, экономическую, материальную, там в классе у него учились, то есть сам он жил здесь в Москве в подвале, буквально в подвале, сейчас дом этот сохранился, и когда книга вышла, мы после презентации поехали в этот дом, там в этом подвале сейчас фенкальная находится, мы отмечали как бы эту книгу в том самом месте, где вот Зиновьев был, но, понимаете, сейчас приведенный, так сказать, прекрасный вид, это действительно симпатичное место, уютное, но когда ты вот пытаешься реконструировать это пространство по тому, как оно описано, а там действительно окна только на уровне тротуара, такие маленькие цветовые окна, как в подвале, и этих окон пять, и каждое окно это была одна комнатка, были выстроены дощатые перегородки между ними, и там в каждой комнате была семья, вот, было пять окон, пять семей, и это был подвал в буквальном смысле слова, он был сырой, был, так сказать, холодный, там какая-то печка стояла, которая ничего не обогревала, естественно, и вот сейчас, даже там, в этой симпатичной хингане, там тоже, ну, архитектурное пространство диктует, как бы, да, структуру, и там тоже сделаны такие, как бы, выгородочки для столов, и вот ты сидишь за этим столом, и не встать, не повернуться, то есть, вот, вот, втроем сели на лавку, и все, уже тот, который сел сюда, он уже, выйти из-за стола, извиняюсь, там, в туалет тот же, да, это надо всех, чтобы все с этой лавки встали, то есть, пространство мизерно найти, мизерно, и вот он туда приезжает, там уже живет отец с братом, вот, ему выделяют сундук под окном, а отец отец с братом спят на одной кровати железной, правда, отец часто бывает в разных таких подмосковных каких-то командировках, не всегда ночует, но тем не менее, вот, когда они вместе, они спят, значит, на одной. Через некоторое время, там, брат женился, приехала в эту же комнату, в эту же квартиру, жена, вот, и самому Зиновьеву выделили уже в коридоре ящик из-под угля между этой комнаткой и уборной. Он был в ящике для угля, там он ночевал. Естественно, весь день он был в школе, там, где библиотеки и так далее, то есть, он только ночевал. И вот, и вот он отсюда, а рядом с ним в его же классе, там, его друг, товарищ, которым он вместе, там, общается, он сын журналист-международника, ну, тоже его приглашают в гости к себе, и он приходит в этот дом, хоромы, да, где стол покрыт скатертью, где тут салфетки, там, ну, весь этот соответствующий быт. А, они одноклассники, они ровесники, они оба советские дети, и его, и его отец работает не меньше, чем, отец его, он признает, что тот работает, он тоже, приходит, уходит с работы, тот же, коглый день, но и этот тоже работает, коглый день. И это, это на каждом шагу были, вот эти картины, и эти противоречия, которые, вот, в его, под льем сознании, да, рождали вот этот вот вопрос, о том, что же такое происходит, и вообще, как, 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 тогда вот он, он говорит, что тогда у него возникло, так ли он сформулировал, уже в этих словах, или, так сказать, это было ощущение, но, он, понял для себя, что, справедливых обществ не бывает, не справедливых, а идеальных обществ не бывает, вот, он так формули, идеальных обществ не бывает. и задача, вот, которую он ставит перед собой, это понять то общество, в котором он живет. И дальше, вот, так сказать, вся жизненная деятельность, начиная вот с 39-го года, когда он поступает на факультет философские мифли, вот, она связана с этим. Там происходит какая-то странная история, на самом деле, точно я ее не разобрал, и не выяснил до конца, но он ее потом рассказывал в разных версиях, в разных вариантах, и тоже там точно установить трудно, что там было, но возник некий конфликт между, опять же, ним и тем, и при том, идеологического плана конфликта личности, и он личностно никогда, так сказать, был очень дружелюбным, очень открытым человеком, личностно, конфликтов у него никогда не было, все конфликты были сугубо идеологического плана. Между ним и вот этим курсом. У нас тоже, понимаете, вот, слово мифли, оно очень мифологизировано, оно всегда как некий элитный какой-то вуз, там, и вся, притом, за счет чего этот миф возникает, за счет выпускников, там, в частности, есть выпускников, много выдающихся литераторов, философов, там, и так далее, был, но на самом деле вуз-то создавался, как советская, такая, очень идеологизированная, философская кузница кадров, которая должна была обеспечивать именно марксистскую философию. И те курсы, которые там читались, и те преподаватели, которые я, работая над книгой, так сказать, естественно, по разным источникам составить портреты этих преподавателей, которых он слушал, это были достаточно ортодоксальные, так сказать, советские, именно уже советского плана, то есть, вот, с этой двуличностью, так сказать, некоторые деятели, и, конечно, той задачи, которую он перед собой ставил, он бы там не решил, да, с помощью этого инструментария понять, как устроено советское общество, там он готовил конкретных, так сказать, деятелей идеологического фронта. Так вот, конфликт, он описывает по-разному, но, ну, примерно, в одной схеме, что было какое-то комсомольское собрание, на котором обсуждалась политика партии на селе, коллективизация, а он, как человек, который, только что, во-первых, целый, и потом, он каждое лето, он ездил, когда в каникулы, он ездил туда, в деревне, помогать матери. и что такое колхоз, он видел, и как он повлиял на расстройство вообще, и экономическое крестьянство, и на моральное разложение, которое колхозами, так сказать, было спровоцировано, потому что не мое, так и вообще никакой не ответственности, не заботы о деле, о продукте, и унизительные формы оценки, и это фактически крепостное право, когда паспорта не давали. Он это все знал. И он рассказывает, что вот в какой-то момент кто-то там сказал, а вот пусть выступит, он у нас, типа, крестьянский сын. Вот. И он не сдержался, вот как он сказал все, что он знает и видит. И он говорит, это бывает, была тишина, просто вот мертвая, потому что то, что он говорил, это было крамола абсолютная. Все, может быть, ну не все, но многие, может быть, и знали, а многие, будучи вот там, эти студенты, это были, в общем, дети вот тех же журналистов этих, я знаю, международников, условно говоря, то есть выросшие в московских интеллигентных семьях, никогда деревни не видевшие, кроме как в кинохронике. и они вообще многие восприняли как поклёпы и прочее, прочее. И дальше происходит то, что он говорит, он не пошел больше, он понял, что он не пошел больше, в институт, он его покинул, фактически перестал ходить. Я нашел приказ в отчислении, и там написано формулировка такая, что за непосещение занятий он отчисленно. С первого курса. С первого курса, да. Это на первом же курсе это произошло. То есть он отучился только один курс. И, понимаете, вот зная его и последующие, и предыдущие, понимая, что непосещение занятий это не связано с его там ленью или там вот каким-то поведением не студенческим. Он человек, который всю жизнь, он говорил, что если бы можно было быть всю жизнь, учиться, я бы вот был учеником. Человек, которому знание, для него это было, это его бог, понимаете, вот знание и интеллектуальная деятельность. Поэтому то, что он, вот так ли там было, как он написан, мы не знаем, документы в других не нашлось, никаких этих протоколов, да, комсомольких собраний здесь не сохранился. Это-то чудом сохранился документ, который я нашел, приказы эти. Вот. Но, ну, что-то, что-то произошло, какое-то, так сказать, событие, которое выбросило его из этого, и он уехал снова в деревню. Он хотел убить Сталина, там, ну, да, он пишет, что у него были эти вот настроения, но, это, я сейчас не касаюсь, я сейчас из настроений, я говорю про биографическую карму. Это было, да, это он тоже, опять же, понимаете, вот, ну, это мы с его слов знаем, скажем так, документально не подтвердено, я поэтому не акцентирую на этом внимание, хотя я привожу это его размышлением, я не, не склонен не доверять ему, что у него, я могу это прекрасно себе представить, да, вот это состояние души, такого конфликта, отчаяния, и, и, решение, вот, как-то преодолеть, и, 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 вот, каким путем, вот, по-детски, что значит убить Сталина, да, 17-летний подросток в Москве, что это такое? Ну, да, какие-то были у него там, где он это, опять же, были друзья, с которыми он общался, но это не, опять, не, 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 не то, не, не организация, да, террористическая, да, это все на уровне, вот, детских этих, каких-то эмоций, подростковых, да, хотя он потом, впоследствии, это, понятно, уже задание, ну, не то, что задним числом, но он потом осознал, я положу, что тогда он, он не понимал до конца, вот, в этом, в 39-м году, вот, и вот эти все свои, так сказать, переживания, и все эти устремления, что, что он, так сказать, хочется, а потом он осознал, и уже это, как бы, вот, это он полно, он все время говорит, да, что у меня было, это настроение, было желание убить Сталина, да, вот, мы даже обсуждали, но, там, реальных, конечно, никаких действий не было, это было невозможно, потому что, просто, в принципе, чем убить, чем, чем, вот, 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 живущий в подвале, этот мальчик, вот, чем, это было желание, это, это только на уровне, могло быть, вот, это, желание, не говоря, о том, что ты, как, я уже не говорю, про как, чем даже, как, он фантазировал, там, говорит, что, вот, обязаться с перчаткой, и, там, и так далее, где эту зеркатку взять в Москве, в 30-х, в 30-м, в 30-м году, простите, в таком количестве, чтобы обязаться, и, то есть, ну, понятно, что это вот, вот, только полное, полное отчаяние, которое привело, тем не менее, вот, к тому, что он оказался вне этого социума, он бежал туда, в эту деревню, и туда он пришел, как, вроде как в академическом отпуске, он объяснил это, вот, но потом отпуск, то есть, то есть, то продолжается и продолжается, продолжается и продолжается, бдительные соседи, а там всегда были бдительные соседи, вот, соответственно, сообщили в Чухламу, что-то тут с Зиновьевым, не то происходит, вот, а поскольку, мельки есть, они все, господи, друг другу, родственники, настучал же, дядя же, понимаете, не прямой, но, так сказать, а тетя, которая с этим дядей работала, буквально, не в этом тетя-дяя, а родственном смысле, тетя-дяя, да, вот, она пришла и сказала матери, что вот там-то в Чухламе, заинтересовались Сашкой, вот, и она, она в этом смысле была решительная, мать была такая очень строгая, тоже очень все понимающая, вот, она в это время работала в поле, она собрала узел, пришла к нему, сказала, Саша, иди, вот, и Саша снова бежал, уже теперь уже из родного дома, из этого, где он как-то вот перекантовался, а куда бежать, ну, в ту же Москву, в ту же Москву, туда же, к этому, но, но прийти в дом, где эти пять семей, и тоже все на виду, ну, так, как-то, вот, полуподпольно, жил там, в сарае травяном, зарабатывал тем, что вот он, там, грузчиком где-то там, подрабатывал, еще какими-то, но это было, это было, в общем, все равно состояние вот такого, тоже по панике, он, он называет этот период годом ужаса, он говорит, это был год ужаса, и полного отчаяния, и спасло его только то, что он к этому, он подошел к призывному возрасту, и он, вот, в армию, как бы, условно говоря, сбежал, сбежал, ну, в том смысле, что вот, нашелся выход из этой ситуации, да, вот, он все-таки, он став бойцом, он получил статус определенный, и все-таки он оказался снова в системе, в какой-то, в совершенно особый, другой, но он оказался в системе, и дальше, дальше вот с ним происходит совершенно, тоже, как-то, породительная история, вот он призван в сороковом году в армию, а уволен был из армии в сорок шестом году, то есть, с сорокового по сорок шестой, да, годы, как раз, да, мы знаем, как ели, вот, и, естественно, его война досталась, но тоже очень странным, странным, странным и парадоксальным, как будто вот судьба его специально тоже как-то берегла и, и, и напитывала какими-то впечатлениями, его отправляют на Дальний Восток, на Дальний Восток, прямо на самую границу с Китаем, это сейчас еврейская автономная область, тогда там, по-моему, тоже уже была еврейская автономная область, вот, станция Лозо, вот, кавалерийский полк, и, он там служит несколько месяцев, я нашел документы, здесь я их вот в книжке перевожу, по этому полку, какой был, как сказать, там уровень службы, что там было, это, 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 в общем, очень специфический, как он, как там, они, они регулярно там эти, бойцы травились, потому, что кухня была, ну, соответствующая, антисанитария, и там, ну, документы по 100, по 500 человек, они, значит, диарея у них, там, что-то съели, там, и, какие там отчеты, этих, посещения этих, кухонь, там, с описанием, просто волосы дыбом становятся, да, там котлет, готовятся котлеты, и, значит, они сутки заодно, на раздачу, и почти чуть не в своем виде, значит, они выдаются этим батям, ну, и так далее, масса всего, такого, достаточно тяжелого, вот этого быта, плюс там, опять же, молодых людей с определенного интеллектуального уровня было очень немного, в основном, это были очень такие простые люди, ребята, которые, с которыми ему было, не о чем говорить, да, и у них там был совершенно другой такой, это вот мертвый дом, на самом деле, как у Достоевского, была ситуация, такого, как сказать, конфликта между личностью, и вот этим коллективом, как там, иного плана, но, по сути, в принципе, вот такой же, вот, и потом, в 1941 году, эту дивизию расформировывают, и перебрасывают на, в марте, перебрасывают ее на запад, на Украину, это даже не, сейчас это, как это, я могу посмотреть, не буду дальше вылететь из головы, город, в общем, на западной Украине, за несколько месяцев до войны заказывается танц, и в это время, как раз идет мощная перестройка сил, понятно, готовятся к войне, всем было понятно, что будет война, для нас это не было, так сказать, секретом, все только ее и ждали, когда она начнется, чтобы этих немцев поставить на место, никто не сомневался, что все, мы всех победили, и там формируются в составе этих полирийских дивизий танковые бригады, в принципе, понятно, хотя для нас парадоксально, что эти полки входят в состав дивизии танковые, но, в принципе, это одного типа, передвигающиеся войска, условно говоря, к новому техническому уровню, и людей, у которых есть хоть какое-то среднее образование, отбирают для обучения в этих танковых частях, и Диновьев попадает таким образом в танковый полк, но там тоже он всего два месяца в танк, потому что в это же время формируется и авиация, и приходит разнарядка тоже, значит, отобрать наиболее образованных для обучения в школе пилотов первоначальней, и отбирают там, из всей этой, из полка выбирают всего пять человек, в том числе Зиновьев, и отправляют его в Гошу, где формируется эта школа, и он в Гошу приезжает 22 июня, вот, то есть, если бы не вот эта история, он бы 22 июня был там, на, на Западе, и я нашел тоже кусочки, фрагменты, обрывки, от этого полка ничего не осталось, не осталось никаких документов, вот, я сейчас сделаю маленькое отступление из его биографии к истории книги, совершенно колоссальный, уникальный материал был, нашелся, обнаружился в архиве Министерства обороны, который, на меня вот эта работа в этом архиве привела, это было такое экзистенциальное потрясение, я бы сказал, потому что вроде мы про войну столько написано, столько договорено, столько фильмов и так далее, но все равно я теперь понимаю, что про войну ничего не искать, вот, при этом, при том, что все есть, архив, который документирует как раз период военный с 41-го по 46-й годы, и там 20 миллионов единиц хранения, каждая единица хранения это где-то, ну, может быть, от 100 до 500 страниц документов, разность, это самые разные уровни, и документировано все, каждый шаг, вот это военная система, она военная, и ничего не, вплоть до того, что там ведомости, по которым хранятся, я нашел эти ведомости, выплаты стипендий курсантам, я знаю, звукодиновьеву в сентябре 1941-го года, какую он получал стипендию, сколько копейку выходило на налог, такой, сколько копейку на налог, эти ведомости все сохраняются, перемещение военнослужащего, оно все защитило, потому что уезжали с документов, вот он направлялся, вот он прибыл, был по дням, по часам, кто где и что, когда ты вот немножко какие-то хотя бы знаешь ориентиры, ну, знаешь, хотя бы часть, где служил человек, то уже здесь дальше ты можешь я уж не говорю о боевых донесениях, которые составлялись в полку каждый день, а они составлялись на основе боевых донесений этих подразделений, там, взводов и так далее, и, соответственно, зная, опять же, часть и все остальное, ты совершенно точно знаешь про своего героя все, таким образом, я, например, про Зиновьева узнал, особенно, когда это речь идет о боевых действиях, в его биографии у меня документировано не только по месяцам и дням, а по часам и минутам, потому что он был летчиком в Турмовой авиации, у него были боевые вылеты, есть журнал полетов, цеха хранится, где все зафиксировано, время вылета, время, так сказать, подлета к цели, время возвращения, цель, какая бомбовая нагрузка, какой результат, вот все про Зиновьева зафиксировано. И поэтому, конечно, сложнее, это все-таки на более, сложнее с 41-м годом, там действительно многие какие-то документы не уцелели. И вот, что касается вот этого танкового полка, в котором, куда был зачислен Деновью в 41-м году, вот документов этого полка нет, что свидетельствует о том, что с этим полком, произошло с этим полком, что просто, да, чтобы уничтожить. То есть, Зиновьев, по идее, должен был погибнуть вот в эти первые дни войны. Что касается, вот опять же, творческой работы и всего, как какие-то сюжеты выстраиваются, да, казалось бы, вот опять это, вот все так далеко, и вот нет документов у меня по этому полку, и не могу ничего сказать, как кажется. Но есть один маленький, есть один документ, есть документ, вот это направление Зиновьева, значит, в Оршо, он хранится в делах этой школы, естественно, да, потому что они его приняли и подцепили. Я знаю, и там, и имя этого командира полка подписано. Вот. А вы знаете, в этом, сейчас, в интернете есть эта база замечательная, подвиг народа, да, где все, так сказать, награжденные, зафиксированные, выложены, самое главное, наградные листы. Наградной лист, описание подвига. Вот. И я завожу в эту базу вот имя этого командира, ну, на всякий случай, да, чтобы проверить. Вот. И действительно обнаружил, вот он командир все-таки выжил, да, то есть, видимо, там оно, полк, или расформлено, или... Ну, то есть, после сентября про этот полк ничего нет, вот, никаких документов. Видимо, он выжил, был назначен, и он погиб потом, в 43-м году, этот офицер, но он получил какую-то там, значит, награду, и, да, не какую-то, он получил награду как раз за 41-й год. Вот я почему. И там, описание боя, вот сколько танков, там и так далее. И там дальше, в этом написано, в наградном листе, что этот подвиг описан в статье, в известиях, вот там, я сейчас не помню, условно говоря, 7-го июля, и самое-самое начало, 7-го июля 41-го года. Ну, просто подарок, понимаете, да, в наградных листах это не так часто встречается, чтобы вот этот подвиг был описан еще в прессе. Вот. И, я, конечно, ну, понятно, что надо идти в библиотеку, а с другой стороны, на всякий случай, в интернете много чего выкладывается, думаю, наберу поисклик, а вдруг где-то кто-то оцифровал уже эту газету, да. Я набираю номер, и как раз, да, и как раз, значит, это газета, я ее, значит, нахожу, эту публикацию, все это мне позволяет восстановить некоторую картину миру с оговорками, что это все-таки советская пресса, там некоторые пропагандисты присутствуют, но тем не менее, там видно, что, по крайней мере, понятно, что это был очень жесткий бурт. Вот. То есть, те цифры, которые там приведены, вот что там 40 танков наши подбили, в этой статье пишется, на одном леске написано 12 танков. Ну, понимаете, дело не в цифрах, а дело в том, что да, что это было очень, очень сильное столкновение, да, и наши там тоже, соответственно, сколько наших погибло, не написано, ни в отчете, ни в накладном листе, а документов нет, этих, а нет, значит, ну, вот я опять же все возвращаюсь, ну, можно, значит, все погибло, вот, но тут мне больше всего это как бы, это не в Зиновьево, это книги, к истории книги, я думаю, ну, вот интересный ресурс, да, посмотрю, мне понадобится еще, может быть, ну, сэкономить силы, да, и время, вот, где это выложено, эта газета, на каком ресурсе, чтобы другие какие-то, когда мне понадобятся материалы, туда обратился. И что обнаруживается? Что, оказывается, это один единственный скан, только этой газеты какой-то человек выложил у себя в живом журнале. Вот почему-то у него эта газета, видимо, оказалась, он ее отсканировал и просто вот так себе выложил. Единичный, единичный, как бы, документ оказался, но именно тот самый, который был мне нужен. Вот, естественно, я бы его нашел, так сказать, уже в подшивке газет, но просто мне это сэкономило, там, неделю работы, да, вот, но это, так сказать, к вопросу о том, как пишутся книги, что не всегда ты пишешь сам, а еще кто-то там помогает и как-то тебе чего-то поддерживает, да, твою работу. Ну так вот, он 22 июня оказывается в этой корше, которая тоже начинает бомбить. И тоже в интернете я нахожу совершенно косвенный документ по ссылке уже 50-х годов, и это не из архива Министерства обороны, а, ну, как вот, там трудно было понять по этому ресурсу, что это такое, но смысл там, видимо, в 50-е годы кто-то, ну, судя по всему, или вдова, или мать, они подавали какие-то документы в определенный орган и о потере, я уж не знаю, границы или еще кого-то, ну, в общем, короче, вот на восстановление каких-то там, видимо, или на получение каких-то льгот или пенсии и так далее, да, и, видимо, для получения этих, нужны были свидетели того, что человек как погиб, и там, вот, два таких документа, они почти однотипны, с небольшими разницами, двух сослуживцев, которые рассказывают о том, как вот, там, некий, там, эмирек погиб, и этот эмирек, он, курсант этого училища в Ворше, и он погибает именно в эту первую неделю, там, 20, по-моему, 5 или 27 июня, то есть, вот он 22 приезжает, и там описывается, что, как, какой случай, что-то, их курсантов посылали на охрану аэродрома, и вот, бомба прямым попаданием попала в грузовик, и 10 человек, которые в взвод ехали, вот, они все погибли, да, вот, вот, вот в этом грузовике мог ехать и Зиновьев, конечно, точно так же, да, то есть, опять же, документ, пришедший от, со стороны, дал вдруг, не имеющий отношения никакого ни к Зиновьеву, ни к чему, да, вдруг мне дал картинку, да, вот, до того момента, потому что, буквально, ну, то есть, видя бессмысленностью, потерь, и такого стремительного приближения фронта, этих молодых курсантов, эту школу, ее быстро эвакуируют в Горький, они переезжают, и уже в середине июля они в Горьком оказываются, но опять же, вот по спискам и по донесениям, там написано, что потерь у них 36-37 человек, то есть, вот, за время, пока они там были, в Горше, вот, разными, ну, бомбежами, скорее всего, в первую очередь, потому что Горше начали бомить сразу, в первый же день, вот, но судьба его, таким образом, вначале она бросила его туда, на передовую, на этот самый запах, самое пекло, а потом раз так, и увела в Горький, и потом, дальше тоже очень странно, ну, не странно, а вот для нас странно, да, он учится в этой школе, ну, это я сейчас не буду подробностей, там у меня есть, слава богу, документы, так сказать, существуют, и, закончив ее в декабре, его направляют в Ульяновское, это, значит, ОШ, это называется, Ваш пол, школа первоначального обучения летчиков, вот, его направляют на Ульяновское, Ваш, военно-авиационная школа, вот так, то есть там более высокий уровень, это первоначальное обучение, там они летают на кукурузниках, а тут уже на более такие серьезные машины, их переучивают, и опять, это, значит, 1 января 42-го года, он в Ульяновске, и каким-то образом, его, вот, зачисляют в запасную авиароту, запасная, которая не обучается, то есть, которая обслуживает самолеты, и так далее, и он в этой запасной авиароте, пройдет, фактически, в тылу два года, то есть, и 42-й, и 43-й, то есть, здесь вовсю кипит война, а он в военном училище, но он в тылу, и это совершенно особый опыт, который ему, для него, конечно, очень важен, но и переживания какие, да, потому что, мол, вот там все сражаются, да, а они вот непонятно, от чего, почему здесь сидят, тут там Сталинград уже, вот, под боком, вот, но, видимо, это была такая тактика, видимо, уже, так сказать, была осознана наверху, что война затяжная, что силы понадобятся, что всех бросать сразу, так сказать, в огонь, не надо, что нужно, так сказать, равномерно, как-то, использовать эти силы, и его, вот, призывает, не призывает, он обучается, только, начинается обучение только в 44-м году, уже получает лейтенантские погоны, младшим лейтенантом, тоже еще на несколько месяцев, он его переводит в запасные авиаполки, которые выполняют функции повышения квалификации, потому что тут он летает на учебных самолетах, а там уже он летает с боевыми офицерами, на боевых самолетах, и только 23-го марта он 45-го года, 23-го марта 45-го года, он оказывается на передовую, оказывается в боевых действиях, да, то есть, вот фактически всю войну, с одной стороны, вот он мог бы погибнуть в первый день, а в результате вступил в бой, вот, только в марте, и, собственно, там остается-то, март, апрель, все, май, уже полтора месяца, он в боевом непосредственности, но там каждый вылет мог обернуться, он совершил 18 боевых вылетов, получил звезду, он принимал участие в штурме крепости Глагалу, которая, вот я нашел, она была даже, ее штурм был потом отмечен салютом в Москве, то есть, это, значит, была очень крупная такая операция, вот, и тоже там разные драматические эпизоды, я сейчас не буду на них останавливаться, но вот опять, последний его боевой вылет 8 мая, уже там в Берлине, и он, да, это вот по Чехии, по Праге вот он летает уже, поэтому у него награды еще не дали за участие в берлинской операции, до взятия Берлина, и за освобождение Праги. Он сам это проговаривает, но вот по документам 18 было вылетов, понимаете, тут уже я не буду сейчас, как сказать, сполемизировать с ним, с его памятью, мы знаете, операция, то может быть, он как-то по-другому считал, какие-то, может быть, вылеты, которые, ну, вот те, ну, да, по документам, вот те, которые зафиксированы, там все стоит по номерам, с первого по восемнадцатый, но опять же я говорю, 18-31 в данном случае, это абсолютно непринципиально, потому что, вот, вы же в этом же документах полка 10 мая, инцидент, когда в учебном полете, 10 мая, в учебном полете разбиваются самолеты и гибнуты эти летчики, 10 мая, все, война окончена, официально окончена, по всем параметрам окончена. Нет, за 30, вы это вдавали герои, в Советском Союзе нет, чем-то? Нет, на самом, нет, нет, это не совсем так, на самом деле, там, это все, 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 как бы, сложнее, и там, более такая, ну, это может быть, не некая героизация, его такое, может, ему тоже хотелось немножко чуть-чуть себя позднять, но вот у них в полку были герои, но там по 100 вылетов немножко другая, другая цифра. Вот, и потом, не только за количество вылетов давали, а еще за контролем, участие в конфетных операциях, конфетных действиях и личное проявление, так сказать, да, нет, он же, нет, не истребительность трубовик, которые работали по земным, по надземным целям. Вот, да, есть, но есть, например, боевое донесение его, так сказать, как он, свиньевого, который как раз описывает инцидент, когда на обратном пути они уже отбомбившись летели на аэродром и встретились, значит, с мессерами, которые их атаковали и, в частности, там написано, что вот был атакован самолет Зимуева. То есть, вот есть такой документ. И вот они отбились, они улетели, как бы, да, с этими мессерами разобрались, но могло и по-другому все случиться, да. То есть, это война, это война, как эта рулетка, там могли, и зенитки их обстреливали, естественно, когда они шли на цель. То есть, тут, вот это вот как раз эти счеты, ну, вот он как-то посчитал 31, где-то у него это 31, он, да, он действительно называет свои, он эту цифру постоянно проговаривает. Ну, я повторяю, что он мог посчитать вообще все вылеты, допустим, там и боевые вылеты, и какие-то еще, условно, сопровождение, там они перелетали с базы на базу, ну, какая-то, какой-то свой, своя арифметика могла быть, понимаете? Но, опять же, я говорю, она в данном случае абсолютно, как количественно, не принципиальна. война заканчивается, целый год он находится, и вначале переводят в Венгрию, потом переводят в Чехию, потом в Австрию, полк все время меняет дислокацию, и уже там половина полка, а он все еще в полку, делать нечего, за тоска, вот он тут пытается что-то писать, писать и литературное, наконец, в 46-м году полк все-таки расформировывается, понимает, что уже это минутно, и он возвращается в Москву, восстанавливается в Московском университете, на философский факультет, в состав которого, в состав университета, вот мифы, вошло в 40-м году, и был образован философский факультет, и он, как учившийся, и имевший, так сказать, как поступивший на философский факультет мифы, и человек, так сказать, и служивший в армии, он получил, имел право на восстановление, то есть он восстановился, и уже тут он пять лет учится в МГУ, где он является абсолютным таким харизматическим лидером, вокруг которого все студенты и молодые преподаватели, так сказать, кучкуются и образуются, его остроумие, его острый взгляд, его оценки, его такое понимание и мира, это все, все, все его вокруг него, так сказать, собирает людей, у него выстраивается, вокруг него кучка единомышленников, молодых, которые вроде бы однокурсники, ну, может быть, там, годом другим младше, но при этом они младше по возрасту, потому что они, он после войны, они вот сразу выстраиваются, они 5-6 лет, и кто это, кто это, это Георгиевич Травицкий, это Борис Грушин, это Мират Меморадашвили, каждый впоследствии станет такой самостоятельной фигурой, которая определит целое направление социальной философской мысли в постсоветской России, то есть это все его ученики, на самом деле, такие вот, которые признавали потом его, хотя он не был формальным учителем, да, вот они его всегда, они называли его учеником, вокруг него и другие люди кучкуются, и он здесь вот начинает работу над этой диссертацией, точнее, над тем, она потом станет темой диссертации, здесь она и в университете метод восходления от абстрактного к конкретному, метод, который был декларирован так сказать, марксистской философией на основе Максовского значит, капитала, но который Зиновьев начинает как и все начинает осмыслять, то есть то, что было декларировано, он начинает осмыслять, и он, что он делает, он потом впоследствии уже в диссертации что он делает, он признает, что Маркс, он видит и признает, что Маркс выдающийся именно интеллектуал, который создал свою систему, которую он где-то проявил, где-то проговорил, а где-то она осталась как по умолчанию условно говоря, и он восстанавливает эту систему, он ее, он Маркса принимает как материал для анализа, что для 54-го года принимает абсолютно невозможно, потому что Макс это как Библия, ему можно молиться, но его, так сказать, анализировать и использовать как материал, это совершенно недопустимо, и его диссертация, которая носит такое же название, она защищалась очень, так сказать, сложно, но тем не менее успешно, и мне тоже удалось найти в архиве МГУ внутреннего личного отдела аспиранта, где хранится спинограмма защиты, этот материал я тоже использую книги, показываю, как проходила эта защита, какие там страсти кипели, но самое главное, что для вот этого молодого поколения окружавшего Зиновьева, и для многих молодых преподавателей, его смелость стала неким знаком и возможностью освобождения от догматов и творческого подхода, творческого и действительно интеллектуального освоения философского наследия, в том числе и марксистского наследия. И во всех современных учебниках философии признано, что защита и диссертация Зиновьева стала таким убежом в советской философии, и психологическим, и интеллектуальным, ее конспектировали, она была естественно опубликована только автореферат, вот, она находилась в библиотеке, и опять же, философская диссертация Зиновьева, метод восхождения от абстрактного к конкретному на материале капитала маркса, это первый сам издат в России, ее перепечатывали на машинке, на этих тонких листах, и передавали, пересылали вот в регионы, и передавали, и давали читать, ну, не на ночь, потому что за ночь ее не осилишь, но во всяком случае не доктор живак, понимаете, и что-либо, а вот это, и это поразительный на самом деле, даже не по отношению к Зиновьеву, а просто вот поразительный фактор в истории нашей гуманитарной мысли, вообще, в 50-х годах есть вопрос об оттепеле, о сталинизме и так далее, 54-й год, вот, но, конечно, он был антимарксистом или марксистом, каким он? Значит, он, значит, что касается марксизма, у него впоследствии у него была работа «Социальная сущность марксизма», где он говорит, что марксизм не в Маркс, а марксизм, то есть то, что было выстроено потом, так сказать, за Марксом, на основе марксового учения, что это идеология, которая не имеет никакого отношения к науке, это не научный подход, это идеологический, он не отрицал роли идеологии, он говорил, что просто это разные, как бы, вещи, и тогда как в философии марксизм подавался как наука, он противостоял, он оспаривал и ставил не то, что под сомнением, а он утверждал, что марксизм не наука, марксизм идеология, и поэтому он говорил, а он всегда все время настаивал на том, что он ученый, и он поэтому говорит, я не марксист, я антимарксист, потому что я ученый, а марксизм это идеология, это не наука, но свою науку, но о Максе он говорит, что Макс это ученый, что Макс интеллектуал высокого уровня, который создал вот эту интеллектуальную систему, которую он, Зиновьев, так сказать, вычленил, потом вычитал, условно говоря, и выстроил уже в целостную так сказать структуру, и на основе которой уже потом дальше он дальше пошел, он ушел потом от этого, так сказать, от тех, он не остановился на тех достижениях, которые он в диссертации, он пошел дальше развивать и создал уже свою комплексную логику, как он ее впоследствии назовет, которая, он, что там вот в этот момент понял, он понял в работе над Марксом, над Капиталом, он понял, что, и это он потом тоже неоднократно будет проговаривать, что логика и законы логики не являются объективными законами мира. Законы логики и логика являются инструментом для постижения законов мира и инструментом, который вырабатывает, интеллектуальным инструментом, который разрабатывает и вырабатывает человек. в процессе освоения мира. Но это инструмент, а не объектив. Это было принципиально важно, потому что и на этом были многие парадоксы логические, на чем классическая и формальная логика часто запиналась, потому что из разных посылок возникали парадоксы, которые вот в жизни они разрешаются, а логические не разрешаются. и вот это нелогично, это абсурдно, ничего нелогичного не абсурдного, это неправильный инструмент, он не работает. И вот открытие Зиновьева было в том, что он, для него открытие, ну и для многих потом впоследствии, что вот, что логику надо развивать и надо, так сказать, выстраивать, если не работает, значит что-то неправильно, значит не тот механизм, значит что-то не учтено, надо дорабатывать, как любой инструмент. И он начал, и вот его деятельность в последующем институте философии, 20 лет его работы в логике, это именно вот создание, совершенствование этого логического аппарата, которая была, я говорю, признана и не только советской, но и мировой, я уже приводил пример, мировой, логикой и была востребована в свое время. Потом, то же судьба у него непроста в этой комплексной логике, потому что потом был период, когда ее тоже как очень сильную конкурентную, так сказать, систему попытались умолчать. То есть, вот непрерывно опять же с ним это идет, вот история о умолчании всех его достижений и потом в итоге все равно победы этих достижений там через время, через какое-то, через поколение, снова возвращение к правде Зиновьева, к его, так сказать, постулатам. Что в Зиновьеве привлекает и что в нем надо понимать, это то, что он непрерывно интеллектуально развивался и двигался вперед. И его книги, все, надо иметь в виду всегда, что они не последние. То есть, все, что там сказано, не догматизировал, он потом он мог это переработать, он мог додумать это, и уточнить, от чего-то отказаться. Вот это его постоянная интеллектуальная динамика, она сбивает часто с толку, потому что говорит, ну как же, вот он говорил так, а потом он говорил так, он себе противоречит. Да он себе это не противоречит, он переделал, что он органично противоречит вот эти зафиксированные этапы. Но он их фиксировал, потому что ну как этап, да, вот этап проник. И в каждой книге, кстати, и в логических его, во всех книгах, они все заканчиваются именно вот таким пассажем небольшим, что вот эта фиксация вот на сегодняшний момент вот ситуации и она требует дальнейшего разработки, дальнейшей уточнений. И следующая книга шла именно, была именно этим вот развитием. Вот. И в конце жизни он сделался такой итоговый труд, который называется «Фактор понимания», который вышел уже после его жизни. Вот эта книга действительно можно считать, так сказать, его учение законченным видом. Потому что она написана в итоге и она именно так и писалась. Она уже не писалась как этап, она уже писалась как завершение, как подведение итогов. Поэтому вот на Зиновьева, опять же, если смотреть, надо идти не от начала к концу, а от конца к началу, как и он сам говорил, это один из методов восхождения, восхождение, как раз, что надо анализировать не генетические восхождения, а исторические, то есть имея дело с уже завершенным объектом, смотреть, как он возникал. Тоже нетривиальная совершенно методика, и там у нас обычно как раз именно снизу вверх идет, а не сверху вниз. На Зиновьева тоже надо смотреть и из его финала, чтобы понять и осмыслить весь его ход, чтобы не говорить, что он там себе противоречит или там в чем-то путается. Хотя при этом, конечно, каждая его работа, каждое его сочинение настолько насыщены информацией для размышления, что они по себе самодостаточны, конечно. Но это если мы не ставим перед собой задачи понять Зиновьева как мыслителя во всей его эволюции, во всех его взглядах. Хотя в том же факторе понимания есть страницы, которые один в один целые абзацы текста, которые есть уже в зияющих высотах. И он потом в коммунизм как реальность переносил. То есть он их сформулировал и считал, что вот это уже окончательное. Поэтому он их позволял себе перенести в другие книги, в том числе и в этот итоговый. Но какие-то вещи, которые появляются в зияющих высотах других его работах, уже фактами понимания там их нет, потому что он тоже пережил и ушел и отошел от них. Но опять же это не снимает ценность тех работ, потому что они все вот Зиновьев это писатель для размышления, а не для догматического приятия. Ну и потом да, потом вот были изъяющие высоты, потом было его так сказать исключение из жизни, потому что его исключили ну понятно, из партии он сам вышел, он подал он всегда поступал опять же не так как все, он всегда поступал неожиданно. Вот изъяющие высоты вышли и он пришел и сдал партийный билет, потому что он считал, что вот его поступок не соответствует, невозможно, не совместим с пребыванием в этой партии коммунистической, да, это было осмысленное и волевое, но так никто не делал, это потом только Ельцин там через 40 лет сдаст свой парт билет и так публично и красиво, да, а тогда человек, ну, партии исключали, чтобы человек пришел в здравом момента и сдал свой парт билет, это было что-то и партсекретарь, конечно, он не взял этот билет, вот, притом партия секретаря, все мы люди, они друзья вместе били, естественно, да, как бы, дружили, и он говорит, Саша, ты, что ты делаешь, я не возьму, нет, я не возьму, вплоть до того, что, значит, этот убежал с партком, я потом по этому институту философии ходил, смесеете, так сказать, интерьеры, где все происходило и заперся в парткоме, вот, а Зиновьев, ну, чего тогда, он этот, партбилет под дверь, а тот его назад выталкивает, в общем, короче, так немножко они поприпирались, тогда Зиновьев пошел, отнес, положил в конверт, отнес в канцелярию, и отдал секретарю, в конверте возьмите, вот, но, тем не менее, естественно, это 76-й год, 76-й год, то есть, осень 76-го года, но, естественно, очень быстро, как бы, там, сообразили вот эти, вышли мозги, что надо с этим делать, как поступать, и, конечно, уже пришла разнорядка, прошло партсобрание, его уже официально, так сказать, исключили из партии, и партсобрание, опять же, вот это вот, система на советское партсобрание принимает решение о том, чтобы исключить его из института, и они, я просто вижу это по документам, вот, это в один день происходит, то есть, они тут же, идет ученый совет, партсобрание заканчивается, они тут же собирают ученый совет, и принимают решение о исключении его из института, но, института, так не исключишь, надо конкурс проводить, и это, Как ни крути, но законы были. Таким действием нельзя было исключить. И он, конечно, тут уже начал бодаться с Дубом с этим, естественно, уже была привлечена, в этот период уже к нему пресса западная проявила интерес, но уже понятно, они там встали в стойку, уже они поняли, что здесь назревает новый конфликт, где можно, так сказать, попользоваться. Но и в то же время это его и защитило, потому что, конечно, придание огласке этого факта, тут же через день приказ сняли, значит, о его отчислении. Ну что, ну, ладно, месяцем спустя они провели уже такое перевыборное собрание, конкурс, объявили конкурс, как положено. Хотя, и вот, когда читаешь документ, там этот выступает, у них ученый совет, они обсуждают там, значит, одну какую-то монографию, потом еще что-то такое обсуждают. Да, начинается с того, что они поздравляют какого-то своего коллегу с 50-летием, и тот благодарит коллектив за то, как тот поддерживает, как позволяет ему развиваться, там, трудиться. И ему директор института говорит, давайте, давайте, иначе вот сбросим с вас строго. Ну, еще в таком шутливом, добродушном это все происходит в плане. Это не то, что там тройка 30-х годовцев. Нет, у них дружеская, они вот-вот, они чествуют юбиляры, они с ним шутят. Потом они обсуждают научную монографию. Потом в конце говорят, ну, у нас еще есть один вопрос, такой рабочий, вот у нас давно не было, нам сделали замечание, что у нас давно не было, значит, вот конкурсов мы не проводили. И вот мы сейчас начинаем снова эту процедуру, вот у нас новоповестки дня там Зиновьев. Вот. Ну, значит, и дальше никакого не обсуждения, ничего, только голосование. 23 голоса против. Притом у Зиновьева по другим документам, он в шестой год, значит, по-моему, в 74-м он году проходил как раз конкурс. И там по документам там 25 за, естественно, да, вот все единогласно. За два года потерял квалификацию, да, академик, в этот момент, академик, значит, этой финансовой академии, там потерял квалификацию научную, нет, нет, все, нет, все, нет, там просто недействительный, отсутствие, там два человека отсутствовало из своего ученого совета. Все, нет, ну, это нагласно, это нагласно. И вот, значит, его исключает этот, приходит, значит, разнарядка, соответственно, а, не ученый, а тогда полагалось, значит, этот жилплощадь дополнительная, да, этим докторам, кандидатам наук была. Значит, приходит бумажечка, а вот, типа, квартирку-то они занимают, несоответствующие. Хотя квартира, на самом деле, никакого отношения к ним не имела, это они купили, там, объединили пятящую квартиру, еще, ну, то есть, как бы, это было, не связано, вот, вот, их площадь с его докторством, она таким путем, как бы, так сказать, сформировалась, да, путем объединения двух квартир. Вот, но, тем не менее, тут, вот, они вспомнили про то, что, значит, это, жилплощадь, льготы, ну, как, отнять не отнимешь, но льготы там, значит, коммунальные какие-то, соответственно, они срезали. Телефон отключили, приходит бумага, соответственно, о том, чтобы лишить его звания кандидата-профессора, доктора наук-профессора, ваковская, значит, и лишить его боевых наград. Вплоть до такого. И когда его без ванкримата пришли за этими, значит, верните, он сказал, знаете, не вывручали, не вам, не отдал. Тоже, это для них был шок, и тоже есть документы, там, это пря, о наградах, она длится, вплоть до его высылки. Есть эти донесения, что вот, не отдает Зиновьев наград, потом через несколько месяцев, был повторный запрос, он опять не отдает. То есть они этого пора все-таки пытались от него добиться вот этих вот сдачи военных. То есть это полное его изничтожение, как социального человека, рабочее, партийное, ученые степень, звание, ну все, 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 просто. Они думали, что они его добьют. Он, который написал другой роман «Светлое будущее», который через год опять выходит, и уже это, конечно, становится полным скандалом, потому что, если «Деяющие высоты» это все-таки такой метафорический там во многом текст, то есть «Светлое будущее» это просто роман о современности. И там действия происходят в Москве, не в Ибанске каком-то выдуманном, а в Москве. И там люди говорят о Солженицыне, о Брежневе, о коммунистической. То есть о том, о чем люди говорят на самом деле между собой в жизни, ну только о том литературе. То, что в советской литературе было табуировано, вот Зиновьев делает предметом литературы подлинную жизнь, подлинные мысли, размышления и так далее. И это уже, конечно, стерпить не могли. Вот тут уже начинается, то есть пока еще это был Ибанск, и там эти были всякие, простите, ну это, так сказать, заебаные и прочие заведующие Ибанскому, и под Ибаной, и так далее, и так далее. Это еще, как бы, так сказать, это было оскорбительно, это было взмутительно, но это еще как... Но когда просто стали говорить, что Брежнев, вот, идиот, условно, и прямо, да, и так далее, вот это уже все, это было, конечно, допредельно. И тогда вот принимается это решение. В это время идет все время такая тоже борьба между Западом и советскими органами за Зиновьева, что с ним делать, потому что его пытаются всячески, конечно, вызволить из Советского Союза, посылают ему всякие приглашения, то в один институт, то в другой, то в третий. Их отфутболивают, визы ему не дают, естественно. Ему зато другое предлагают варианты, там, то рабочее место где-нибудь в Сыктывкаре, то там в Новосибирске, там, коллаборантом каким-то, на что он отвечает, у меня квалификация не позволяет быть лаборантом, вот, боюсь не справиться. Ну, то есть ведет себя тоже достаточно, он все время ведет себя по-бойцовски, он никогда не дает спуску этой системе, и система не знает, что с ним делать. А его наглость, условно говоря, с их точки зрения, его наглость, она, конечно, вызывает шок вот эти вот все действия, когда он, вместо того, чтобы поднять лапки, там, и сдаться, и спрятаться, и так далее, и повиниться, и, как там, по странах тот же отказаться от премии, да, и прочее, и прочее. Нет, ему премию вручают, он говорит, я признаю, я принимаю эту премию с благодарностью, я благодарен, там, значит, тем, кто меня оценит. То есть он все время действует не по правилам, все время не по правилам, и это, конечно, его спасает в известной степени, хотя он ходит просто, ну, по лезвию, конечно, ножа, вот. И тогда он придумывает этот ход, в конце концов, когда он становится уже невыносимой, его здесь пребывание, с одной стороны, с другой стороны давление, там на уровне канцлера, это по-хорошему было. Вот, там, он заносчив, он страдает, манимич, а по-хорошему его бы надо в это, в психушку отправить. Но, говорит, это вот, но, там, например, написано, что на потом, но это может вызвать негативную, значит, вот, реакцию на Западе, поэтому, к сожалению, от этого придется, значит, отказаться от такого, таких мер воздействия, и вот они делают, делают, да, при том, как высылка, не как Солженицына, 24 часа, да, арестовали, посадили в камеру, провели заседание, потом в нарушниках в самолет, куда повезли, до чего прилетели, вывели, оказался в Керне. Это написано все очень выразительно в его книге «Батал Стеленок с Дубом», да. Здесь нет, здесь они ему дают документ, поразительно, вот тоже это паспорт, написано «Частная поездка». Ну, если частная поездка, то какой шум вообще, почему-то другие. Человек едет в частную поездку, едет преподавать основание, там, приглашение, «Мюнхенского университета?» А что? Пожалуйста, «Мюнхенский университет, мы выпускаем человек с женой, с дочкой». Все, все чисто, гладко, все хорошо. Только сказали так, когда выдавали, мы тут не спросили, а мы, в общем-то, не очень хотим вылежать, а мы не хотим, поедете-то, да, на восток? Есть вариант. А, представим, так, вы поедете на восток, жена будет у вас там, ну, в северных местах, а дочку мы заберем, она будет воспитываться в этом, в приюте. Ну, то есть, вы как хотите. Можете, но, естественно, выбора не было. За неделю они собрались, ехали они с одним детским чемоданом, в котором лежали детские игрушки, книжки какие-то детские, вот, для Полины, несколько пластинок со сказками, и все, больше ничего. И пару картин они там, так сказать, которые из номера рисовал, вот они с собой прибали, все. Но они туда ехали с пониманием того, что они там, что назад они не вернутся, потому что, когда они проходили контроль паспортный, то им в Шереметьево этот листочек там визы, так сказать, возвращения, они их сделали, и сказали, а что мы лишили им? Ну, нет, сказали, это, как бы, приказ, и все. И это было уже ясно, что назад они не вернутся. И через полтора месяца его лишили гражданства. Началась их эмигрантская жизнь, которая была, конечно, очень тоже насыщена событиями. Здесь перед ним открылся весь мир. Если вот 10 лет он был в выездной, никуда его не пускали, то тут он за год объездил просто все страны и континенты, везде его принимали на уровне президентов, мэров, пресса его сопровождает непрерывно. Огромная пресса, огромная пресса существует. Первые полосы газет, интервью с ним, на обложках журналов его портреты. То есть он абсолютно интеллектуальная суперзвезда Запада в этот момент. Его все сплошь и рядом. Зиновьев и Солженицын, Зиновьев и Солженицын, это пара, как Толстой и Достоевский, Пушкин и Гоголь. Вот Зиновьев и Солженицын. Более того, даже пишут, что значение Зиновьева и его работы значительнее и важнее, чем у Солженицына. И он продолжает действительно много работать, много писать. Он действительно поразительно. Он не был писателем до этого времени. Был философ, 54 года он пишет свой первый роман. И тогда, когда, казалось бы, уже жизнь вообще литературная заканчивалась, у него только начинается. Потому что за оставшиеся годы он напишет 20 романов еще. И один другого колоритнее, и хлеще, и масштабнее, и интереснее, и все время новое будет это выстраивать. выстраиваться. И всегда его романы будут восприниматься очень живо. Читающий элиты интеллигентные, западные, он будет переводиться, переведенный на... Зияющий высот переведен на все европейские языки, в том числе на некоторые восточные. Последующие книги там, как правило, переводились... На французский все переведены абсолютно. Все книги на французский переведены. Большинство переведено на английский и итальянский. Итальянский тоже очень много. Переводов его в Италии... Вот во Франции, в Италии его очень любили. Он постоянно туда ездил, его там издавали, выставки его проходили. Все переведено на немецкий, естественно, да. То есть вот на основных европейских... Ну и плюс вот всякие такие специфические языки, там и голландский, и датский, и шведский, и геннерский, и сербский, и португальский. То есть, во всяком случае, везде так... На смысле, вот его произведение... Он был очень востребован. И когда начинаешь некоторые какие-то отчеты, вот и вот она приезжает куда-то с лекцией. Естественно, это в газете. А все всегда сопровождается такое. Идет публикация предваряющая, к нам едет. Потом вторая публикация, значит, это, как правило, фотоотчет. И третья публикация уже такой подробный отчет, содержательный о выступлении. Как правило, три публикации, вот, сопровождают его появление в том или ином месте. Это три типа публикации, я имею в виду. Потому что в нескольких газетах это, как правило. И вот... Они не стесняются в формулировках. Великие русские писатели. А все романы, критика и сатира на коммунистическое... Россия, на коммунистическое... Они разные по содержанию, они меняются. Он... Большинство романов на материале, на материале советском, естественно. И он называет себя советским писателем. Потому что, говорит, я вырос в советской системе, я пишу о советском мире, поэтому я советский писатель. Говорит он. Вот это тоже такие совершенно парадоксальные какие-то вещи, которые там повергают всех в шок. Каков это за... Вот, но советский писатель, но... Антисоветский советский писатель. Да, получается, по сути дела. Но, опять же, как антисоветский. Он... Вот, можно подойти к этому как сатире. Действительно, у него такой гротесковый взгляд. Он умеет, там, и карикатуру он использует часто, и шарш литературный. Но, в целом, это... Именно попытка вот такими сатирическими средствами понять суть явлений. То есть, это не сатира сама по себе, да, а это сатирические средства, которые направлены на... Наряду с другими. Наряду с другими. Он и сам называется его жанром не сатирическим, а социологическим романом. Сатирическим романом. Да, да. Но там много разных других привлечено средств художественных для решения этой задачи. Но есть у него целая группа романов, я бы сказал, так и философского плана. Вот, в частности, Единоголов, Уживи. Вещи, где уже он пытается решать проблемы метафизические, связанные не только с социальным строем, непосредственно со советским, но вообще о том современном человеке. И вообще, что такое современный человек, как он вступает в отношения не только с обществом, но и с Богом. И вообще, что такое Бог, какова мессия, какова роль религии. И это уже иного уровня литература. То есть, это даже не социологическое. Это именно философские романы в полном смысле. Это тоже очень интересная, предложенная концепция и религии, и Бога. Совершенно оригинальная. Я сейчас не буду останавливаться, потому что это тогда это опять. Я и так уже чувствую, что я заговорил уже невероятно много. Мне сказали, что я в час должен был закончить, а уже я вижу, уже близко к половине второго. Поэтому надо бы это такование свое завершить. А у меня еще есть маленький видеоряд, я вам его сейчас продемонстрирую, чтобы немножко вы вздохнули и посмотрели на этого замечательного человека. Так, мы тут запускаем. Это будет мокрое. Здесь начинается. Вот это его автопортрет. Это активный финал. Он был с начала. Хорошо? Вот. Первый набор это мы едем сюда, в Костяновку. работа писателя, не только в архивах, но надо, конечно, побывать во всех этих местах. Вот эта дорога, вот этот Медвежий край. Вот. Да, красота. Да, мы ехали вот на... Чтобы туда попасть, надо... Сейчас. Вот. Вот. Да, на этом транспортном средстве можно туда попасть только. Да. Вот. Это вот Ольга Мироновна, вдова, а это глава администрации поселкового района, тоже Александра Зиновьевского, который нас там встречал. Вот мы едем так внутрь, туда вот, преодолевая водные и уже трудно сказать, какие препятствия. 12 километров, мы ехали 40 минут на этом везде ходим. Вот. вот мы выехали. Вот это поляна, где когда-то, когда... Нет, вот еще мы подъезжаем к ней, вот мы приехали, вот вдова с цветами, да, там лежит камень, вот там с надписью, там огорожено это местечко, он завещал свой прах от своих на месте своего дома. Вот это остаток остаток усадьбы. Зиновьев, это был у них пруд, вот по описанию, вот этот пруд, он тут проступает, больше ничего нет, просто голое место, заросшее травой и никаких никаких следов от этого. То есть его его нету и в этом смысле вот это вот умолчание, оно вот, вот оно даже метафизическое либо такое. Но надо отдать должное, вот вдова, она, конечно, очень многое сделала за эти 10 лет вот в память... Вернулся. А? Вернулся. Да, он вернулся в 99-м году. В каком? В 99-м. Да, в 99-м и умер в 2006-м в Москве. Вот. И его прах частично он, значит, вот она развеяла по его завещанию в этом партино, а часть-то захоронена на Владивичем Владивичем Пластнике. Она вот извеяла, сказала, что, ну, мне должно место, где бы я могла приходить каждый день и когда мне нужно. Вот. В 84-м году он правил. С 22-го по 86-м. В 2006-м. в 99-м он вернулся. Вот это я на месте в полевых условиях. Вот эта фотография дома в 50-е годы сделана. В 50-е годы? Да. видимо, просто разобрали, видимо, эту избу и даже на дрова. Да даже не на дрова, я думаю, что кто-то хороший, что кто-то себе построил дом. семья там все такие талантливые? Семья, ну, естественно, как бы, что выдающийся один, но там у него все братья, в принципе, сделали вполне успешную карьеру. Кто-то там инженерный, один брат старший был вообще генералом милиции, его даже перевели в 76-м году в Москву, и он должен был там в МВД в министерский аппарат, и в принципе он должен был дальше расти, но как раз вот у него книга, и его, нет, ему поставили условия, то есть он либо осуждает брата, либо, так сказать, карьеру его останавливают. Он, надо отдать должное, все братья, они все понесли как бы вот этот вот социальный урон, кого-то поуворняли, его вернули назад в Киев, он здравствует сегодня и живет в Киеве в бедском таком, конечно, положении, уже совсем больной и сложив, но тем не менее он не отрекся от брата, как и остальные братья, в этом смысле там, конечно, совершенно замечательная семья, все они там потом будут фотографии и их общество одеть, так же, как и дети, о детях потом у меня сейчас будет убиваться. Вот церковь, которую крестили Зиновьева, она произвольная тоже впечатление, паразита, потому что она вообще не то, что в лесу, она проросла деревьями, то есть, понимаете, вот тут настолько там все уже ушло, вот купол, какие-то остатки. удивительная фреска сохранилась Христос благословляет детей, называется она, и здесь вот на колене такой мальчик оперся на колене Христа, и когда у него смотришь, он поразительно похож на Ильюна Зиновьева, просто до дрожи, когда я это вот внимательно дома рассмотрел, я просто был поражен. это мать замечательная совершенно женщина, которая вот подняла, вырастила и была очень спокойной правильной, строкой, умной, аккуратной, хозяйственной, ну вот настоящая русская женщина. Полуденчий, а у нее корни откуда она членит? Отсюда, из этого. Нет, вот тут родители, там кто? Крестьянские, крестьянские, все это крестьянское. А к тому реминициниру сделано? Нет, как он когда он всегда делал, даже не однофамилиц, потому что Зиновьев это псевжоним, поэтому даже не однофамилица. Вот это тот самый дом в Москве, где он жил, вот эти вот нижние, вот видите, окна, которые, это Большая Спасская, Мещанский район, это недалеко от проспекта Мира, и вот это вот окно, вот это вот было, и притом дом принадлежал его тоже родственникам до революции, то есть они как в своем доме жили даже, вот некоторые уроки, вот купеческий дом. Вот это первая, собственно, такая сохранившаяся фотография московского периода. некоторые документы, вот этот документ, это как раз о его командировании в этот, в авиашколу, вот это тот единственный документ того полка танкового, который сохранился, там, тоже сопровождающие документы, просто как это выглядит, это дела военные, это вот некто, это, а тут оценки вот у Зиновьев, и тут разные, там, четверки какие-то стоят, тут пятерки еще, тут за разные какие-то курсы дисциплины, да, вот та самая ведомость, о которой я вам говорил, да, и вот Зиновьев идет АА, вот он 17,50 получил, 2,50 это вот что-то там, как такой, а, 3,50 добровольный взнос, 3,50 и 2,50 еще на выходе 13 рублей, как это, чем получил, ну, то есть, вот, вот ведомость, давай, и всех там курсантов, тоже все перечислены, целая полка документов финансовых, ну, это вот, опять же, список, список на отправку из Дальнего Востока на границу 10,50 идет 17 список вот он вот, там, кстати, вот, когда-то устанавливается, например, место его призыва на Стопкинский этот военкомат тоже там важный такой для меня был момент документальный, это вот уже Ульяновская школа тоже приказ о зачислении его влаш, ну, просто вот, как раз тоже, это, по-моему, да, приказ с благодарностью за, и какое-то поощрение за боевые риски, вот, ну, сейчас я просто так, желательно уже, вот это я, это школа, это немножко так, немножко, это было фотографии, например, у меня, у меня, сбилось, в которую он вшелся, так, естественно, это более ранний период, а, вот тут документ, это называется школа, этот, журнал офицеров, вот здесь, вот, Зиновьев, Александр Александрович, вот еще, кстати, один Зиновьев, у него в полку был, Иван Иванович, Александр Александрович, здесь все, опять же, вся информация, откуда, что, когда, куда прибыл, куда убыл, тоже такой документ, который позволяет, потом, ориентироваться в документах других, да, вот этот, самолетовики, вот этот, журнал, вылетов, и вот, как раз, просто кнопки, сейчас, а, вот, вернем, сейчас, вот, первый, его, боевой вылет, где-то, Зиновьев, вот он, Зиновьев, вот стоит, 3149-й, вылет, в полке, полку, полку, первый вылет, Зиновьев, и так далее, вот это вот листок, как раз, боевое донесение о том, что, вот, об атаке, на Зиновьева, самолет, это, Шмидсов-Шмидов, это был план, вот это, изменяйте, хачек, это, что же такое, надо очень нежно называть, это план той самой крепости, крепости Глазау, который, который он получил, свой орден, так, сейчас пропустим, срочек, что-то, ну, вот, как раз, тут написано, что-то, за Диновьев, иконя, ишим, говорит, атака самолета, вот его портрет, это фотография, 2006-го года, с дела, студенческого, университетского, уже, то есть, вот он, бедно-стерк, снимается, она подавает документы, так, это фотографии, какие документы хранятся, вот это фотографии, как бы, целей, самолета снятой, то есть, это фактически, то, что он видел, когда он шел на цель, вплоть до такого, фотосъемка, вот это цели, которые он бомбил, вот можно сказать, вот это, это разбомбил, ну, просто потому, что все это соответствует, так сказать, тем записям, которые в журнале, указано, какие он делал, или это делал, что они там делали, вот такие фотографии, потрясающие хранятся там, и этих альбомов, ах, ты же снимал, кто снимал, выезжали специально, к этим альбомам прилагаются протоколы, с указанием, какая комиссия, кто снимал, чего, как и с подведением итогов, с анализом этих вот, всех вылетов, то есть, вот уже к этому моменту, военная система, военная бюрократия была настолько отработана, что эти полетели от бомбили, а эти потом, на следующий день, поехали и зафиксировали, и я писали. А как они дальше эти взяли? Нет, ну, в данном случае, нет, нет, а когда они вылетают, они в боевой отчет по каким целям, а цели-то все указаны, что это, допустим, богатся в технике, в таком-то районе, на таком-то километре, то есть, цели все точно, опять же, обозначены, в этих документах. Ну, вот я специально уже взял, чтобы это особо материал, который уникальный, и я говорю, вот война, война документирована, ее еще только еще, да, военном архиве, да, и смотрите, вот, я для этой работы затребовал 86 дел, из них, может быть, дел 5, до меня кто-то брал, вот все остальные дела, я брал первый. Это в Подольске, да? Это в Подольске, это в Подольске, притом архив существует с 46 года, вот с 46 года, я в 2014 году брал эти документы, первым. Никому не интересно. Они не интересно, просто, это сила, это надо, то есть, при этом архиве должен быть не только что там институт отдельный, а просто должна быть, вот это целый голод ученых, историков, которые должны с этим документом работать и не просто обрабатывать, еще и анализировать, как-то это, то есть, это еще. Они не оцифровываются эти документы? Ну, вот видите, сейчас они начали эту работу, вот они сделали первый шаг, очень важный, вот этот вот подвиг народа, и они оцифровали и выложили, это очень большая работа, и очень важный, и они продолжают, они тоже, так сказать, сейчас развивают, в принципе, у них идет эта работа по оцифровке документов и их публикации в интернете в электронном виде, то есть, но, просто, действительно, они начинаются с более, наиболее таких, каких-то документов, ну, общественно, значимые, да, но постепенно, я думаю, что они, это уже его студенческое дело, это автобиография при поступлении, вот, дозировано 27 июля 46 года, вот он уже поступает, архивная справка о том, что он учился в Эфли, эти вот учебные карточки, сейчас они, они, зачетная книжка, пожалуйста, диплом, да, вот он, вот он, выпускник университета, у него, это его астратское дело, с папки, вот, я уже, буду сейчас быстренько крутить, вот, автореферат хранится в этом кизе, это публикация в газете Московская, «Вечерняя Москва» о назначении диссертации, тогда было такое правило, что она была привлекована этой информацией о защите, ну, вот, главный протокол защиты, все тут, вот, это вот, и фотография на, была на, на личном деле, аспиранском, да, а это уже в институте он уже, вот это он, это вот, 50-е годы, это его, также это на, Купельенко у вас, Дагест, все слушано, ой, сложно, у него, это, Копни, директор института, художник, 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 я так понимаю, многое достаточно, да, большое наследие, это шарш, наверное, академика Митина, такая большая, 5 минут, да, еще, хорошо, художник, 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 вот это он, когда встретил свою, вот она такая, да, она моложе его, на 20 лет, молодая семья, первая, дочечка Полина, художница, вот эта фотография, которая помещена была, на зеляющих высотах, таким его узнал, как бы, запад, это в мастерской, я неизвестно, с которым они дружили, и в центре, в финляндской, президент финляндской академии, фон Врикт, вот это, вот это, это как раз период, переделка на период, написания зеляющих высот, они снимали дачу, вот, первая, обложка первого издания, это же он, да, да, это его, это вот привезли, в момент как раз книгу привезли, вот они, придерживают ее в руках, вот она книга, они не знали там два года вообще о судьбе рукописи, она была отправлена, и вот, в Лазарне, вот, это вот всякие записки КГБ, о том, что надо делать с этим, это вот, значит, о чем, о мерах, и сечения антицоветской деятельности, Зиновьева, это он с Ларисой Лерт, такая была деятельность, диссидент, автор первой лицензии на зеляющих высотах, «Светлое будущее», обложка его романа, там же, там же, в Ларисном же издательстве, вот, ну, поехали дальше, ну, проскочился какой-то, это, за месяц до отъезда, уже, в принципе, все понятно, Веренечка Ерофеев, Владилин, Зиновьев в центре, Слава Леон, Леон такой, поэт, они сидят на Рождественском бульваре, рядом с домом, где проходит домашняя выставка Михаила Шемякина, при этом, Шемякин уже в Париже, и эта выставка, как бы, привезена сюда, в Москву, на выставку, никого не пускают, ее смотрят люди из улицы, окна открыты, поскольку квартира на первом этаже, все оттеплено милицией, вот, вот тоже сюжет отдельный с этой выставки, вот они как раз на этой выставке, это у нас художник Сучев, в квартире которого выставка проходила, Владилин, Ерофеев, в смысле, Зиновьев и Владилин, и вот там сзади как раз виден Шемякин, так, вот этот паспорт, частный выезд, по частной поездке стоит, да, вот он с братьями, в последний, так сказать, день перед, как раз накануне прощания, на следующий день, это уже, это уже первая сцена в аэропорту, вот он с чемоданчиком, все, вот, это первая пресс-конференция, это немножко тут раньше, это, он, тоже накануне отъезда в Москве, на балконе, это старший сын его от первого брака с 44-го года рождения, это Тамара, дочь от второго брака, и Полина, это дочка вот уже от второго, Ольги, а они остались, Тамара и, естественно, Виктор, в смысле, Валерий, они остались в России, а это вот они за этот полинок, это как раз о лишении его гражданства документ, записка, вот, выпуска из протокола, о лишении гражданства, вот, вот какие-то документы вычеряются на самом деле, всего лишь, на сисьме, это очень скромные, то есть, вот тоже с пресс-конференцией, сейчас уже я просто буду, разные эпизоды из уже той, это русской мысли, они разные встречи с читателями, создатели, это из газетных материалов, это он премию получает за лучший фантастический роман, это его издатель, Дмитрий Евеевич, собственно, который сделал его писателем, писателем, да, то есть, вот, да, привел, это публикация большая в литературном, в французском журнале, вот она все прохладает, он владел немецким хорошо и говорил более-менее по-английски, вот видите, на обложках разных изданий его портреты, то есть, ну, звезда первой величины, абсолютно, вот, с разными, разными деятелями, вот, Соколь, это Эминусиня, вот они вместе, первые месяцы, вот, пожалуйста, время и мы, да, Солженицын и Зиновьев, это такой, диссидентский журнал уже уходил в Иерусалюме, его разные старты, это разными художниками это делание, конечно, очень фатогеничный, очень выразительный, его очень любили фотографировать, и все его публикации всегда сопровождаются серией портретов, не одним каким-то, тремя, четырьмя, не тем самым, разных, никаких же ситуаций, потому что Момоток очень колоритен, конечно, но он живой, в отличие, опять же, от Солженицына, который в Вермонте заперся и был, так сказать, недоступен, держал оборону, этот был всегда на публике, он всегда был с людьми, он все время общался, говорил, ездил по всему миру, то есть в этом смысле он составляет такую действительно некую альтернативу, другой тип даже и поведения, не только мышления, не только писательского, это его автошарш, это вот Дмитрийевич, редактор его держит, значит, с его запережатом «Заячие досоты», «Звездае будущее», записки, а это другой издатель немецкий Даниэль Кейл, издатель Диогенос, поэтому он и изображен в почке, а Динович будет все-то своей. А сужение симонами вообще потом они койки были? Ни в каких. Не было никаких. Хотя идеологически да, они там время от времени не выступали. Зиновь признавал Солженицына как крупного писателя и как вот человека, действительно, сделавший очень важный шаг в развитии гражданского общества и так далее, но как социального мыслителя с идеями монархизма Возрещения считал, что это полное непонимание вообще действительности со своими активными. Да, что это все прошло другая страна все невозможно невозможно потому что что изменить потому что нет этого там с коржавилами и с войной ничего и назывался безбожий материнец пока нет Вот книга которая получила свое время в коммунистах это монархи здесь между прочим фотографии видите вот это шедюремат передачу передачу это с Владимиром Максимовым, с Аксеновым а это вот такой вот он тоже вы знаете, в Германии, да? вот так вот вырезается на чест нет, нет, он не высокий он не стремится в этом смысле, он по Ельцина написал повесить в 24 часа в 93-м году это с пидачетом это вот с Ельцином был отдельный сюжет пониже телепередача апостроф, где была такая интеллектуальная для Ельцина и Зиновьева а он правда телеграмму послал, чтобы рисовать Ельцина? да, да это стройка, его роман это вот последняя дочка которая, Ксения, родилась в 90-м году уже посчитайте, срочно стройка России вот такие у вас окажутся нет, это, к сожалению, в книжке только малая часть представлена это возвращение в Россию уже здесь последние годы это уже в Москве это с семьей это он с последними своими учениками но это не с последних лет жизни но и вот последние это московская это неmarks а АПЛОДИСМЕНТЫ не стоит Балалл АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Придосим прощения мы были друзья вам деньги можно слушать бесконечно но нам нужно ехать к счастью у нас запись на телевидении в которой он принимает участие Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...